Народная славянская радио Народная славянская радио Эта тема не случайна, ведь сегодня это у нас 30-летие С того трагического момента, когда в час 24, 26 апреля 1986 года На четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв, который разнес этот энергоблок И очень много топлива зараженного было выброшено в округе Подхвачено ветром, понесено и так далее Очень неприятная ситуация образовалась И туда были брошены войска, были брошены спасатели И вот как раз Андрей, один из участников ликвидации этого ЧП И давайте уже, наверное, предоставим ему возможность, чтобы он рассказал о себе Рассказал, как это все происходило Ну и дальше по плану, как у нас это намечено в эфире Пожалуйста, Андрей, включайся Я приветствую всех слушателей Я рад, что меня пригласили, потому что на самом деле эта тема очень важна Она, по крайней мере, для меня Она изменила полностью мою жизнь Полностью, на 180 градусов И я сегодня, в общем-то, очень коротко все расскажу Но, наверное, такие вещи, которые я никому еще особенно не рассказывал На самом деле до 20 лет моя жизнь ничем не отличалась от жизни советских школьников С 70-х годов, начала 80-х Вот, потом я поступил в техникум, закончил техникум Вот в 82-м году, ой, в 82-м году закончил школу В 85-м закончил техникум И весной я ушел в армию И попал я служить в Киев Вот, сам я родом с Кубани У меня отец кубанский казак Вот, но попал я служить в Киев во внутренние войска Часть 32-17, она на Подоле находится Это практически центр Киева Вот, ну, первые полгода провел в учебке Подо Львовом в Золочеве Потом вернулся в Киев В общем-то служба была очень такая хорошая Благодатная, можно сказать, халявная Вот, пока 26 апреля В 5 часа утра нас не подняли по боевой тревоге Подняли, построили на плацу Выдали боеприпасы Вот, никто ничего не говорил Вот, чуть попозже у нас боеприпасы забрали Посадили в машину и куда-то отвезли В этих машинах мы просидели очень долго И потом, когда на службу здесь сказали Что вы приехали туда-то, туда-то Там произошло что-то, то-то, то-то Вот, ну, и все поняли, что Ну, как бы, деды в панику ударились А вот, я, честно говоря, не понимал Что такое радиация И как она может повлиять Но мы стали выполнять, как бы, сказать, свой долг Который, я считаю, что тогда и после армии В общем-то, я этим и гордился То, что я считал тогда, что мы помогаем нашей стране Нашему народу, вот, советскому народу И он для меня по сей день Остался советским народом Все народы, вот, и республики Которые входили в состав Советского Союза Их до сих пор считаю и русскими И считаю нашими, вот И я тогда действительно считал И сейчас считаю, что мы действительно Выполняли свой долг Помогали Конечно, мы приехали Мы были в оцеплении Мы в Припяти были Это город энергетика Он находится буквально в двух километрах От станции, от самой Вот, мы ловили мародеров там Охраняли Сами мы жили в десяти километровой зоне И, в общем-то, конечно, мы на станции На самой не были Вот, и те ребята, которые попали на станцию Это однозначно герои Которые пожертвовали своей жизнью Вот, но мы тоже, как бы, выполняли ту работу Которая требовалась от нас Вот, и я надеюсь, что мы ее выполнили достойно Потому что мы потом строили лагеря еще Некоторое время спустя Вот, для тех людей, которые туда уже потом приехали Вот, значит, в общем-то Мы там пробыли с 26 апреля по 2 мая Неделю целую Вот, об этом, естественно, в те времена Никто не говорил Первые заговорили Мы по приемнику услышали голос Америки Сказал дня через 2-3, наверное Где-то дней через 5 Уже наши СМИ передали о том Что произошло на Чернобыльской АЭС В дальнейшем мы были еще В июне неделю тогда Лагеря строили И в июле А в конце июля, 31 июля Нас перевели в Днепропетровск Служить Ну, в общем-то Особо рассказывать нечего В воспоминаниях как таковых Ну, можете представить Что человеку 21 год Когда все классно Когда там в армии служишь Когда там любая какая-то халява Воспринимается как вообще Как что-то очень хорошее То есть мы Я лично это все воспринимал Как бы позитивно Вот И самое интересное Даже такие моменты были Когда мы находились там Нам говорили Тут все заражено Есть ничего, нельзя Не рвите Вот Ну, а мы же Конечно, мы все сделали так Как нам сказали Ходили там Вокруг нашего лагеря Недалеко была Деревня Староверов Но в то время Я вообще не представлял Что это такое Это сейчас бы Конечно, было бы С интересом там побывать Вот Ходили там Огороды Там Не знаю Что там росло Там яблоки Ягоды какие-то Все мы рвали Ели Вот Хотя нам это все запретили делать Вот Ну, вернулись Как бы Я бы, может быть И не обратил внимания Служба шла своим чередом Вот Но нас Где-то через неделю Взяли анализы Стали проверять В медчасти И оказалось Что у меня давление Где-то 50 на 70 было Вот Я так как бы Особо не ощущал Никаких проблем Вот Ну, так как был Командир отделения У меня были свои задачи Там, как бы, во время особо не смотрят Там Дышишь ты, не дышишь Главное, чтобы ходил Вот Положили на неделю в госпиталь Обследовали Вот Единственное, что нам давали Там По-моему, эта глюкоза была разбавлена с водой Вот Единственное Все Все было лечение Вот Естественно, сказали, что кровь плохая Ну, как всегда На позитивной ноте сказали Но если вы лет 5 проживете Ну, это хорошо для вас будет Вот Ну, после армии Лет 5 я прожил Вот Причем прожил довольно-таки нормально И вот с 91 года Со 2 мая Помню Как сегодня Как раз В тот день, когда мы возвращались Первый раз С Припяти Вот Я был в Киеве тоже Я там потерял сознание Вот И вот с этого дня У меня начались проблемы Вот Ну, жил я в городе Где Ну, скажем так У моей мамы Она очень хорошо шьет И она там Обшевала очень много людей Все врачи были знакомы И все врачи Мне хотели помочь От чистого сердца И они меня начали лечить так Что Лет через Так К концу 97 года Где-то я понял Что если я еще у них Чуть полечусь Они меня точно закопают Через полгодика Через годик И я вообще перестал Ходить в врача И я начал заниматься Ну, как бы Ну, не то что Самолечением Тогда я вообще Понятия не имел Ни нетрадиционной Ни нетрадиционной Медицине Ни Ни о каких там Методах Способах Ни о какой народной Медицине Вот Я не интересовался Даже Вот Но был такой момент Моя первая жена Она сказала так Что Вот если ты сляжешь Ты мне не нужен Будешь То есть как бы Вот что хочешь То я делаю Я так подумал Подумал Думал Блин, ну если я Не нужен Ей тогда Кому я нужен Ну, наверное Только самому себе Я решил Заняться Сам собой Думаю Ну, что мне терять Если умрут Ну, умрут Ну, все равно Не помогут Не хотелось Чтобы меня там Закопали Врачи Вот Поэтому я начал Заниматься И я Первое, что делал Я начал Пить добавки Это был у нас 97-й год Я тогда Начал пить И как бы Из этого секрета Сейчас не делаю Это был Гербалайф Вот И Он мне очень сильно Помог Где-то на несколько Меся Я точно Просто Наверное Первый Со второго дня Я почувствовал Такой прилив сил Вот То, что У меня действительно Появились силы И благодаря тому Что я начал Работать в этой компании Там Начали давать книжки Там По сетевому маркетингу Еще что-то давать Там Вот И везде там В книжках Про Бога написано Было Вот Ну я начал По-моему Первые книжки Были Наполеона Хилла Дума и Богатей По-моему Если у меня память Не изменяет Сейчас Тоже он там Про Бога Что-то писал Вот Естественно Мне эти вещи Начали Наталкивать На Другое понимание Я стал искать Нашел Значит Первая книжка По-моему По Если так можно сказать В современном понимании По эзотерике Это была Книжка Свияша Там что-то про карму Не помню сейчас Как она называется Я прочитал Вот Она меня Как-то так Может быть Впечатлила Заставила задуматься Начал искать Другие вещи Вот И Где-то в году В 99-м Я пришел Есть такой Уже Я В 97-м Начал заниматься Да С собой Через полгода В июне 98-го Я приехал в Москву Вот И тут Я уже Познакомился Тоже Ну Ища Книжки Может быть Кто-то знает Есть такой Метод Сильва Это Метод Динамической Медитации Развития Визуализации И вот С 99-го Года Я начал Заниматься В 2000-м Году Я прошел Большой Тренинг Вот Что это Дало Это Очень Сильно Развивает Визуализацию То есть Наш Мозг Он Работает На Образах То есть Мы Видим Образы Вернее Должны Видеть Образы Вот Просто Сейчас Вот Эта Вся Информация Этот Мусор Все Это Делаем Специально Чтобы Мы Не Могли Пользоваться Очень Мощным Способом Ну Как бы Скажем Материализация Если можно Так Сказать Вот Вообще Наш Мозг Работает Образами Вот Этот Метод Очень Помогает Хорошо Визуализировать И Материализовать Любые Вещи Все Что Надо Это Касается Здоровья Это Касается Там Скажем Деловых Встреч Что Касается Ну Любых Вещей Там Найти Свою Половину Там Еще Что-то Сделать Да То есть Это Как бы Не важно Какая У тебя Проблема Ты Решишь По-любому Вот И Что Очень Важно Было Я Узнал Что Есть Такие Вещи Что Наш Мозг Работает На Различных Диапазонах Да Там Бета Есть Альфа Тета Вот Но Вы Об этом Знаете Все Ну Просто Скажу Чтобы Понять То Что Со мной Произошло Значит Вот Сейчас Мы Общаемся Наш Мозг Работает На Бета Уровне Это Где-то От 14 До 21 Герц Диапазон Сейчас Подняли Этот Диапазон До 35 Герц Вот Ну Мы Немножко Я тоже Коснусь Чуть Чуть Попозже Этого Этой Темы Альфа Это Когда От 7 До 14 Герц Люди Медитируют Вот И От 4 До 7 Это Есть Это Когда Человек Как бы Ну Как бы Сказать Так Это Глубокое Медитативное Состояние Или Трансово Будет Так Правильно Скать Когда Наше Физическое Сознание Там Отсутствует Вообще Если На Альфа Оно Присутствует У Многих Людей Даже В Медитации То Надо Уметь Полностью Останавливать Сознание Вот Чтобы Оно Вообще Не Вмешивалось Но Это Очень Мало Людей Могут Вот Над Это Физическое Сознание Наше Вообще Не Вмешивается Оно Не Может Туда Попасть Но Это Состояние Когда Обычно Человек Либо Засыпает Либо Только Просыпается Либо Иногда Так Бывает Впадает В Такое Трансовое Состояние Бывает Можно На Какую-то Картину На Огонь Да Смотреть Там Ну Есть Разные Практики Вот Так Вот Когда Человек Находится В альфа Состоянии Происходит Такая Вещь Как Самоисцеление Организма Но Мы К сожалению У нас Жизнь Так Очень Стрессовая Да Мы Постоянно Находимся В стрессе Постоянно Возбуждены Особенно Это В крупных Городах Таких Как Москва Вот И Когда Наш Мозг Работает На Бета Что До 21 Герца Это Нормально Сейчас Поднялся Диапазон До 35 Это Тоже Нормально Говорят Но Я Говорю Всем Что Это Стрессовое Состояние То есть Человек Наш Мозг Находится В стрессовом Состоянии То есть Он Не Может Уже Выполнять Те Функции Которые Он Должен Выполнять А Вот На Альфа В альфа Состояние Как Раз То Состояние Когда Вопрос в том Что Надо Уметь Входить В это Состояние И не Просто Два Раза В день Или Три Раза В день Как Сел Помедитировал Это Все Хорошо Конечно Именно Благодаря Этому Методу Я Научился Медитировать В общем То Могу Идти По улице Могу С открытыми Глазами Идти Могу В электричке Ехать Могу На машине Ехать У меня Жена Даже Не хочет Одного Отпускать Все время Стараться Со мной Ездить На машине Чтоб Я Один Не Ездил Потому Что Я Ухожу Но Это Не Влияет На Что В нужный Момент Ты Всегда Возвращаешься Я Научился Это Делать И Последний Раз Когда Я Замерял Деятельность Свою Фазы Мозга У меня Было Скажу Сколько Девять Где-то Девяти С половиной До Десяти С половиной Герц Нормальное Состояние Моего Мозга То есть В этом Состоянии Происходит Исцеление Организма Это Один Момент Второй Момент То Что Вы Можете Проецировать То Что Вам Нужно С Помощью Этой Методики Я Избавился От Всех Своих Тех Негативных Моих Привычек Состояние 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 Многие Вечи Я Поборол Чисто Силой Воли Но Некоторые Не Мог Благодаря Этой Методике Там Очень Много Разных Методик Я Смог Изменить Свою Жизнь Полностью Моя Жизнь Поменялась На 180 Градусов Я Стал Находить Людей Нужных Я Стал Попадать На Нужные Мероприятия Мне Стали Попадаться Нужные Книги Одно Из Первых Что Я В 2001 Году Я попал К Человеку Который Проводил Огнехождение То есть Раз в месяц Мы бегали Босиком По углям В принципе Мы вот И сейчас Занимаемся Этим Вот буквально В это воскресенье Тоже ходили Вот Зимой Бегаем По снегу По углям Несколько раз Я купался В проруби И этого Хватило Достаточно Вот Причем Не купаться Там по два часа Или по часу Достаточно Просто Три раза Окунуться С головой И Хватило Всего лишь Несколько Ну Несколько Раз Делать Это Потому что Когда ты Окунаешься В прорубь С головой У тебя полностью Очищается Аура Моментально Вот Идет полностью Очищение Но это все Как бы Естественно Временный Вещи Но Они Способствуют И дают Толчок Для Как бы Сказать То есть Вы понимаете Что Когда происходит Очищение Сразу Начинают Приходить Нормальные Мысли То есть Вот этот Яд Какой-то В организме Тоже Можем Ошлаках В кишечнике Но есть Такой же яд Который Воздействует И на мозг И на Все наши Органы Происход Как бы Просветление Такое Временное И можно Адекватно Воспринимать Вещи Которые Ну как бы Ближе К реальности Следующий момент Что я еще Использовал Я ходил Босиком По земле Постоянно Как только Сходил снег И до Холодов Почти Очень 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 Хороший Способ Для Здоровления По утрам Смотрел На солнце По чуть-чуть Тоже Известная Практика Кстати Но есть Люди Которые Такие Пранаеды Солнцееды Которые Вообще Не питаются Вот Но У меня Такой Цели Не было Вот Просто Могу Сказать Точно Что Меняется Питание Меняется Она Приходит Становится Более Легкая Пища Вот Отодвигаются Приемы Пищи То есть Тебе Нужна И меньше Пищи И она Реже Нужна Вот Но К сожалению Этой Практикой Можно Заниматься На Природе Потому Что В Москве Это Невозможно Здесь Дома Здесь Смог Постоянно Здесь Конечно Тяжело Такими Вещами Заниматься Вот Такие Вещи Это Основные Вещи Которые Я Занимался Медитация Два Три Раза В день По 15 Минут Вот Как бы Специальных Рецептов У меня Не было И я Не буду Никому Давать Типа Того Что Выпейте 5 грамм Того 10 грамм Того 5 раз Повернитесь Через правое плечо Три раза Плюньте Через левое плечо А вот У меня Этого Не было И я Не буду Об этом Говорить Потому что То что Я делал Я в общем-то Даже Сейчас Сам Конкретно Не могу Сказать Что мне Помогло Думаю Что помогло То что Было Намерение Очень сильно Очень сильно Намерение И я думаю Это Сыграло Свою роль Хотя Были Некоторые Моменты Которые Многие люди Воспримут Может быть Не знаю как Но я тоже Об этом расскажу Я очень часто Терял Ну не часто Терял Сознание У меня Пробелы Были в памяти То есть Я шел куда-то Потом понимал Что я В совсем Другом месте Почему Вот И только Я вот Многие годы Спустя Понял Что Это Скорее всего Были Контакты Такие моменты Происходят Когда человека Забирают Какие-то Представители В них Зеленых Цивилизаций Для каких-то Вещей Вот Возможно Это сыграло Свою роль Потому что У меня Было Много Ведений Когда Именно Работали С моим Мозгом Вот Работали Со мной Вот И Такие вещи Происходили От этого Никуда не денешься Это можно Воспринимать Как угодно Вот Но я это Однозначно Воспринимаю Потому что У меня В дальнейшем Как бы Все складывалось И Получалось Ну Мозаика Сложилась Скажем так В 2009 2010 Году Моя мозаика Полностью Сложилась Потому что Все То что я делал Все кусочки Которые были В моей жизни Они сложились Вот И Самое интересное То что Я еще изучал Прошлые жизни Начинать Где-то 2002 2003 Год Я Вот Как раз Когда получил Несколько Своих жизней Изучил И Такие у меня Были кусочки Да Островки Информации Которые Долго Долго Не мог Соединить И Вот В 2010 Году Я смог Наконец Так И Соединить И Вся Картина Прояснилась То есть Стало Понятно Для чего я здесь Зачем я здесь Я получил Подтверждение Того что У каждого человека Есть своя миссия На земле Человек ее должен Выполнять Если он ее не выполняет У человека Возникают проблемы То есть Если человек Выполняет свою миссию Он здоров и счастлив Если человек Не выполняет свою миссию У него Начинаются Всякие вещи Происходить Негативного плана Кстати Поэтому Можно отслеживать Свою жизнь Если У вас С каждым днем Или с каждым Месям Больше позитивных Вещей И меньше Негативных То значит Вы идете В правильном направлении Если Это наоборот То есть Хуже 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 То это происходит Как раз таки Вы отдаляетесь От своего Пути От той миссии Которую вы должны Выполнить Что было Самым важным Важным Наверное было Ну я сейчас Могу точно сказать Что Никакого Исцеления От смертельных Болезней Не может происходить Если человек Не развивается Духовно То есть Вы физически Можете Таблетками Упражнениями Чем-то Помочь себе Но это будет Временное явление То есть Где-то все равно Либо это здоровье Будет Либо там С вашими близкими Что-то Произойдет Что-то Либо в финансовом Плане С вами Будут все равно Происходить Какие-то Негативные вещи И Если Когда человек Не понимает Этого То Эти вещи Происходят Они будут Скажем разом Все хуже 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 То есть Тяжелее Пока Человек Это не поймет А если Не поймет То Его просто Отсюда С этого Плана Убирают Вот Это самое Главное И Вся моя Жизнь В общем-то В общем-то Как бы Подчинена этому То есть Люди Как бы Горят Что Вот я там Занимаюсь Духовностью Я там Еще чем-то Занимаюсь Я Духовностью Не занимаюсь Я Вообще Не понимаю Как этим Можно Заниматься Это Есть Образ Жизни То есть Либо Ты живешь Так Либо Ты Не Живешь Ну Вот Я Стараюсь Так Жить То есть Это Для меня Приоритетные Вещи Которые Первостепенные Все Остальное Уже Как бы Идет Дополнение Ко всему Что еще Вступление Как у нас Получилось Ну да Вступление Просто Я хочу Сказать Чтобы сейчас Люди Наверное Если вопросы Будут Потому что Уже Я сразу Говорю Ну да Сейчас Потому что Надо понимать Вот сам Механизм Я сейчас еще Расскажу Немножко О себе Да Потерпите Пожалуйста Потому что На этом Основано Все В свое Время Но сейчас Я могу точно Сказать Что основа Всего Вашего Счастья Здоровья Основана На позитивном Состоянии То есть Вы должны Достичь этого Если человек Не может Достичь этого То Он не сможет Стать Абсолютно Здоровым Счастливым Потому что Вот это Позитивное Состояние Как бы Как фундамент У хорошего Дома То есть Если у вас Хороший фундамент Вы можете Любой дом Построить Если у вас Плохой Фундамент То есть Если вы построите Хороший дом Он у вас Все равно Разрушится То есть Это вот Основа На чем Надо строить Все у вас Хорошо Радуйтесь Кирпич По голове Упал Радуйтесь Там Грабли Дали Вы тоже Радуйтесь Там Еще Что-то В аварию Радуйтесь Это 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 Очень важно Очень важно Все нормально А по бизнес А потом Привыкните Оскорблять То есть Мы с ним Мы встречаемся Вот Хорошо Пугаться Пугаться Здесь Нечему Абсолютно Леш То есть Это Радуйся Ты будешь радоваться Одинственное Тем вещам Которые будут Происходить В твоей жизни Наверное Наших радиослушателей Некоторых Перед музыкальной паузой Последнюю фразу Пронесу Возникает Такое представление Такой Андрей Сияющий Ходит Как Кришна Идхаре Кришна Всему Всему радуется Довольный Ну ладно Так или не так Мы узнаем После музыкальной паузы Прервемся На две минуточки Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор На Народном Славянском радио Напомню Что по одному Из современных Календарей 26 апреля 2016 года Вторник По одному Из старинных 15 день Месяца Посева И наречения 7524 лет Осмится Тема Сегодняшнего Нашего эфира Такова Чернобыль Я выбираю Жизнь Андрей Сияющий Главный Ведущий У нас Такое интересное Вступление Произошло Остановились Мы на Кришнаиты С точки зрения Того Что Вот Постоянный Позитив Постоянно Вера В добро В счастье Никакой Агрессии В этот мир И все К тебе Возвращается Хорошо Где-то Я уже У Кришнаитов Это слышал Вот что Скажешь По этому Поводу Что я скажу Ну Я как бы С Кришнаитами Я их знаю Я кстати Второе Мое издательство В котором Я работал Будущее Земли Там Это Как раз Таки Были люди Которые Были Кришнаитами А вот Я там Поработал Нормальные люди Вот Ну Они Не ходили Там По улицам Не пели Так Ну Нормальные люди Просто Они Выполняли У них Храм Они ходили На службы То есть Свои Какие-то Виртуалы Я там Никогда Не был Поэтому Не буду Говорить Вот Они Очень Добрые Хорошие Такие Позитивные Да Люди Вот Что про себя Могу сказать Ну Я расскажу Как начинается Мой день Чтобы Было Понятно Может быть Почему Я Целый день В таком Хорошем Настроении Хожу Вот Или почти Всегда В хорошем Только Начиная С того Подхожу Я к Бару Достаю Туда Бутылочку 100 грамм Плеснул И веселый Целый день Нет Чуть позже А вот Значит Я встаю Ну Обычно Я встаю Рано Обычно До 6 часов Бывает В 4 В 5 Но Обычно Это 6 часов Вот Первое Что я делаю Я встаю Иду Выпиваю Стакан воды Сырой Ну Хотя бы Сырой Воды Выпиваю Слово Прозвучало Ну Понятно Так Дальше Пью Вот Потом Иду В туалет Умываюсь И потом В течение Ну Скажем 30-40 минут Я читаю Манкараю И славлю Всевышнего Это Как бы Занимает Обычно 30-40 минут Но Бывает Когда Либо Рано Встаю Либо К какому-то Такому Вдохновению Это может быть Доходить До трех часов Но обычно Это 30-40 минут Именно Просто Хожу Читаю Древнюю Манкараю Вот Славлю Всевышнего И После этого Я делаю Все дела То есть Не важно Даже во сколько Я встану Где я буду Для меня Это как бы Основное Поблагодарить Всевышнего Вот За все И Потом Начинаю Дела Кстати Вот Сегодня Должен был Другой человек Выступать Вот И он В своей Книге Написал Что Рождение Человека Это подарок Богу А жизнь Человека Это подарок Богу Вот Очень такие слова Они меня очень тронули Вот И я хочу Действительно сказать Что Надо подумать Насколько Вот Мы получили Этот подарок Всевышнего А насколько Мы Благодарны Ему За это Подожди Ты прозвучал У тебя два раза Подарок Богу Еще раз Какую-то фразу Принеси Мне кажется Рождение Человека Это подарок Бога А Бога А жизнь Человека Это подарок Богу А Ну Теперь Сустав На место Понятно Так Вот То есть Насколько Мы благодарны За тот Дар Который Мы Получили Мы На случай Религии Современной Конкретно Мы живем В христианском Мире Скажем Христиане Надо Просить У Бога Дай это Дай то Дай все Дай пятое Десятое Спаси меня Помоги Вот Но Как бы Таких слов Благодарности Особо Ну Я не знаю По крайней мере Чтобы как бы Так Я это как бы Глубоко Это все не знаю Вот И многие другие Культуры Там все это просят Вот я Именно Поступаю Тогда Я тоже иногда Прошу помощи Иногда Прошу то Что мне нужно Вот Но Утро Я начинаю С благодарности И вот После этого Начинаю Делать дела И почему-то Наверное Случайно Может быть Не случайно У меня всегда Спокойствие на душе Хорошее Я с радостью Делаю свою работу А ту работу Которую я делаю Я очень люблю Это даже Это не работа Это Это часть моей жизни Причем большая часть жизни Так скажем Вот И вообще Как бы Как оказалось В общем-то Ну это я уже давно узнал Правда не сразу Понял Это Это именно Миссия Которую я должен В этой жизни Выполнять У меня было много В прошлой жизни Где я и нес Информацию Была Но я ее не мог Передать людям Сейчас у меня Этого есть возможность Я эту информацию Передаю Вот Через книги Кстати у нас 5 апреля Нашему издательству Исполнилось 10 лет В этом году Вот И Ну мы счастливы Вот И счастливы И со здоровьем Нас нормально И как вот я уже говорил То что если человек Выполняет свою миссию Он должен быть счастлив Вы здоров Это можно сразу Вы можете по себе Уже Как бы Сравнивать Туда идете Вы не туда Правильно Ваша жизнь протекает В том направлении Или нет Если есть проблемы Значит Надо искать свой путь Свою миссию Потому что Значит идете не туда Хорошо Хорошо Но это Сразу скажу Это мое мнение Потому что Это мой опыт Я рассказываю Свой опыт Я не говорю Что для всех Это будет именно так Или это только так Это именно мой опыт Ну понятно Что каждый человек Может сказать только то Что он себе представляет Может поделиться Только своим опытом Само собой Никто не заставляет Его Говорить за всех людей Да это было бы Наверное и глупо Тем ты интересен Что у тебя есть свой опыт И ты прошел Очень много Чего интересного Опять же И сложности у тебя были И нашел свой путь Решения этих сложностей И решения этих проблем Ну вот давай Все-таки мы вернемся Сейчас здесь вопросы уже идут От наших радиослушателей Напоминаю Что вопросы мы принимаем В чате Народного славянского радио Для того чтобы в чат попасть Необходимо В любом поисковике Набрать Народное славянское радио Дальше попадаете На сайт Славомир.орг И там ищите слово Чат Нажимаете на слово Если вы не зарегистрированы То придумайте Логин пароль И указывайте Е-мейл Куда придет вам ответ А если зарегистрированный Логин пароль Вводите И вы можете Вот задавать вопросы Наши Наши трансляции И можете Общаться с друзьями Давай все-таки Вернемся Вот чуть-чуть назад Чтобы целиком Картиночку такую получить Естественно Я думаю Что многих людей Волнует Следующее Что вообще Говорили врачи Когда Обнаружили У тебя Вот ты говоришь Проживешь пять лет Это будет замечательно Что там Они говорили Это в армии сказали Это военный врач Сказал Не помню Кто он там Майор был Медицинской службы Вот Потом Естественно Когда я лечился Уже Так как это были Знакомые мои мамы Естественно Никто не говорил Что там Ты умрешь Или еще что-то Вот И но Когда я сдавал анализы И я ходил У меня была Как бы Весна-осень Я проходил курсы Такие Да А вот Когда мне Прокалывали там Витамины какие-то Еще какие-то Процедуры делали Вот И каждые полгода Это делали Ну постоянно Но это В общем-то Результаты не давало Потому что Практически ничего Не менялось Вот И Ну Мне дали сначала Третью группу инвалидности Потом вторую группу инвалидности Дали Вот В 97 году Я поэтому говорю Что я поэтому и бросил Ходить к врачам Я понял Что они меня точно Закопают Еще Если будут Хотя они Лечили от всего сердца То есть они Пытались Свои знания Применить Но Дело в том Что Современная медицина В том виде В котором она сейчас Существует Она Эту проблему Решить не может Поэтому врачи Действительно Да И вот у меня Была киста В левой доле Щитовидки Она ушла За 3-4 месяца И Вот у моей мамы Ее близкая подруга Эндокринолог Она 5 лет Не могла поверить Только через 5 лет После того Как киста прошла Она сказала Да У тебя ее нет Это вот Позиция Официальной медицины Ну да Мы уже Очень часто Про официальную медицину С разных точек зрения Тут Говорили в эфирах И где-то И ругали И где-то Так С Неким Скептизом Относились К ней Ну Что можно сказать Официальная медицина Это официальная Чтобы действовать Все по официалке А поскольку Вот такие вещи Как лучевая болезнь Они не очень хорошо известны Ну как бы известны результаты А вот Как лечить-то И никто в общем-то не знает Ну ладно Хорошо А скажи пожалуйста Вот сколько вообще Сослуживцев у вас там было И сколько ты С кем-то вообще Связей поддерживаешь Кто-то там О себе что-то рассказывал Может у кого-то тоже возникали Какие-то проблемы Со здоровьем После этого всего Ты знаешь К сожалению нет Потому что я Когда уехал Со своего города Я приехал в Москву И как-то все это затерялось И потом Говорю У меня Было Тот период Был очень тяжелый Потому что Ну вообще Было очень тяжело Я несколько раз В аварии попадал Терял за рулем Сознание У меня там Квартиру ограбили Там вообще Всех собак На меня вешали Там Друзья у меня Просили деньги Я там У своих друзей Занимал деньги Им давал С меня брали Расписки Я расписки У своих друзей Не брал Они меня подставили Потом на большую сумму То есть мне Было У меня жизнь была веселая Мне было не до этого Чтобы отслеживать Кого-то И только после того Как я начал заниматься Своим духовным развитием Это все постепенно ушло И я не знаю Честно говоря Кто остался Кто не остался На Украине было много друзей Тоже сейчас Я не знаю Не знаю Я знаю только одно Что люди Которые Были в Чернобыле Сейчас процентов 70-80 Уже нету в живых Ну в общем Не кармагал Да Вот Ну как бы Такие мероприятия Проходили раз в год Да Собирались там Чернобыль Да Вот в этом году Умерло Столько человек В этом году Столько умерло Человек В этом столько Вот И всегда Медицина официально Не связывала это С Чернобылем Они пытались Да Связать с любыми Любыми другими проблемами Только не с С этой Вот И людей очень много Умерло уже На самом деле Ну понятно Всегда стараются Перевести на какие-то Другие рельсы Нежели чем Рассказать о том Что сами не понимают Понятно Понятно То есть получается Если так Следить по твоим Перепетиям В жизни В прошлой жизни Ты там хорошенько Покормовал Чтоб тебе нужно было И туда попасть И сюда попасть И граблями получить Не только по голове Но и по заднице Причем не палкой А вот этими Торчащими Как ежиком Да Но судя по последней жизни Которую я знаю Она была Или одна из последних Может быть Вот Это скорее всего Начало века Может быть Тридцатые Сороковые годы Вот это вот все Мафия Когда была Эти мафиози Все вот эти Бандюки всякие Вот Я одним из них был И Наверное Слишком хорошо Тогда жил Поэтому Сейчас живу Так как живу Сейчас живу Еще лучше Ясно Сейчас живу Лучше Я сейчас Частлив Здоров Ясно Ясно Так Ну а вот Давай еще Все-таки Туда вернемся Вы находились В этой зоне Ваша задача Была находиться В отцеплении Вы там Как говоришь Лазили по садам Огородам Там Эвакуация происходила Буквально Вот в считанные часы Был сбор Всех вывезли Вот вы как раз Это застали Когда всех вывезли Да Вывозили Да Вывозили Ну вот я как раз Видел лично То что вывозили На автобусах Там прям такие Как бы полки делали И люди лежали На этих полках Самое что меня Тогда поразило То есть я до сих пор Это не могу забыть Лежали люди Вот понимаешь Живой человек Ну так как мне было 21 год Я естественно Обратил внимание На молодых девчонок Вот Были симпатичные Красивые девчонки Вот представь Ты видишь Такого человека И пустые Мертвые глаза И лежат все И не шевелятся Вот это Меня как бы Больше всего поразило И тогда вот Действительно Их вывозили на автобусах Вывезли всех Город был абсолютно пустой Люди побросали все Были квартиры открыты Окна открыты Все было открыто Ходим И заходили Ходили по квартирам Смотрели Вот Потому что мы в Припяти были Мы у меня как бы В оцеплении И находились люди Которые Пытались там грабить Пытались На какие-то заводы Залазить Да Мародерством занимались То есть мы Их таких отлавливали И не пускали Естественно Никого в город Кого Вот Ну Чтобы не входили Не выходили там Ну хорошо А ты сам Вот в дальнейшем Интересовался Тем Что там произошло И что сейчас там происходит Чернобыле Ну Если честно Леша Нет Потому что Я говорю Жизнь такая была Что как бы Тем более Начались 90-е Когда развалился Советский Союз Вот Начались проблемы И со здоровьем у меня И просто выживать Я сейчас вообще не представляю Как мы выжили в те годы Потому что жизнь была Действительно Очень тяжелая Потому что если я говорю Я не знаю Как здесь в Москве Было в те времена Но в Краснодарском крае Скажем Самом Богатом Крае В Советском Союзе Вообще ничего не было Вообще То есть там Ну я не скажу Что там голод был Но Вообще ничего не было Только вот карточки были По карточкам Что-то мы получали Там Вот Какие-то крохи Вот И Ну в общем Тяжело было очень На самом деле Выживать Работы не было Вот Но я правда Два года Поработал в пожарке Но у нас Командир части был Он Бывший На своей начать была Он бывший был Начальник Тюрьмы Что ли Его Перевели сюда Вот так как Ведомство одно было Внутренние войска Вот он тут начал Свои порядки Проводить Вот Ну Заставлял нас Маршировать Честь ему отдавать Мы отказались Это делать Я короче Оттуда ушел Вот Хотя Мне работа очень нравилась Вот И мы на пожары ездили Людей спасали Вот это Ну Наверное Моя такая Сейчас По жизни Да Ну в общем Получается Как бы Для тебя Чернобыль Это Вычеркнутый Из жизни Такой момент Когда случилось Это все И ты Крест поставил И больше Вообще не интересовался Что там происходит Нет Почему Я сейчас точно знаю Почему это произошло Потому что Я этот вопрос Исследовал Вот Очень долго И значит В двух словах Можно сказать так Мне дали понять Насколько ценна жизнь Раз И второе Я должен был Делать то Что я сейчас делаю Это просто Был То есть Понимаешь Человеку дается Как бы Скать По жизни Мы идем И случаются Разные события И человек выбирает Как ему поступить Ты можешь поступить так И ты получишь такой результат Либо поступить так И ты можешь получить такой результат То есть Если ты пойдешь По одному пути Ты сделаешь одни дела Пойдешь по другому Сделаешь другие Вот У меня был выбор И прийти именно туда Куда я должен был прийти То есть Сделать правильный выбор Ну я надеюсь Что я его сделал Ну вернее Я знаю Сейчас что я сделал Правильный выбор Кстати Даже когда я был молодой И когда Ну до армии Да и даже после армии Я очень чудил много Ну как чудил Ну все мы Были обыкновенными людьми Вот Но постоянно Я чувствовал Что меня кто-то оберегает Хотя я ни в Бога не верил Тогда ничего Вот Кто-то меня Потому что спасал Отводили Тот ведут там Ночью Там кто-то Оттолкнул меня С рельс Когда поезд Несся на огромное скользко То что там Падало там Несколько тонн металл Падал меня Просто как-то Отшатывало Почему-то От этого места Дома потолок Падал тоже Буквально В метре от меня То есть Такие вещи Постоянно Происходили Вот И Я так понимаю Что Ну Меня готовили 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 к тому Чтобы Я стал тем Кем я сейчас стал Вот Поэтому То что произошло Вот я Говорил уже Что Радиация Она либо убивает Чек Либо делает Здоровым То есть Я вот сейчас Не болею вообще То есть Как бы Если что-то и бывает Иногда там Обычно Это У меня подниматься Температура Ну Это от Переутомления У меня организм Говорит Ты переутомился Если ты не отдохнешь Я тебя шарахну По полной программе Вот Я Два-три дня Лежу Все Просто лежу Могу читать Могу там Смотреть На компьютере Что-нибудь Вот И все это Проходит Вот Поэтому Такие вот вещи То есть Организм тебя в куйку Загоняет Чтобы ты отдохнул Да Потому что Ну У меня есть такая фишка Что я Буду работать Пока не упаду Вот Потому что Ну Мне это интересно У меня Как бы Все-таки Есть какое-то чувство Ну Не знаю Может Подтесненность Что я должен Это сделать Вот Я не могу Это оставить Незавершенным То есть Мне надо И мне постоянно Интересно То есть Понимаешь Я со многими Людьми Общаюсь У меня постоянно Что-то Вот Такое интересное В жизни происходит Вот И У меня есть Как бы Стимул Интерес Дальше Дальше Ити Ити Потому что Чем дальше Идешь Тем больше интересного Происходит В жизни А вот Скажи Ведической темой Ты когда стал Интересоваться Вот Гербалайф Понятно Там Барбагов Тоже понятно Всякие брошюрки Тоже ясно Ведической Я начал заниматься Но Как бы Начал Интересоваться Может быть Там Вот Как раз Таки 2002-2003 Вот Когда Мне попала В руки Кассета Встреча Хиневича Когда он Был В Рязани И очень Много Мне Что там У него Понравилось Что он Говорит Вот Но Я когда Начал Искать Дальше Тогда В то время Было Очень мало Всего Да Вот И То что Попадалось Я начинал Как бы Просевать Ну Как бы У меня Уже Включился Процесс Анализа Да Вот Я начал Сильно Это Анализировать И отсеивать Все Мне не нравится Хотел найти Что-то Близкое Такое К первоисточнику Чтобы Поближе Чему-то Вот К тому Что более Реально И Как-то На это Время Как бы Затих Так Иногда Там Смотрел Что-то Вот Тогда Особо Интернета Еще Так Скок по Скоку Был Вот И Компьютеры Тогда Вообще Практически Только-только Начинал Изучать Вот И Книжек Особо Не было Но Когда В девятом Десятом Году Прежде всего Некоторые События Когда Мне Показали То Что Я действительно По прошлым Жизням Был Очень Часто Именно Связан Именно С Ведической Культурой Я выполнял Определенные Вещи Не знаю Как там Скать И Священнослужителем Был И был Как бы Хранителем Знаний Вот За это Очень много Пострадал И Ну Я как-то Тогда Отнесся К этому Спокойно И забыл Вот А через Это было В начале Десятого Года В конце Десятого Года Наши Друзья Приехали С Одессы Там Парень Жил Он сам В Одессе Родился Жил там Долго А сейчас Он живет В Рязанской Области Вот они Ездили Он туда Ездил Домой И там Они встретились В магазине Встретили Объявления Почитали Встретились С человеком Которого Ты уже знаешь Это Арий Вот И Они Рассказали Нам все А это Было Лето Лето Было Вот А в октябре Должен быть Праздник Празднество Да 31 октября Которое Посвящено Им на Славлению Всевышнего Вот мы Собрались Поехали туда Всю ночь Там Было это Празднество Мы с ним Познакомились Пригласили Его сюда Он Приезжал Сюда Вот И вот Так Это Началось Знакомиться Тогда Начался Толчок Потому что Я чувствовал Что Это Очень Много Информации Которая Есть В физической Культуре Она Была Мне Созвучна Вот И Тогда Я начал Вспоминать То что Произошло Там В девятом Десятом Году Которую Я информацию Сам Получал Вот И началось Сложилось Все опять Таки В мозаику Все нормально И вот С тех С того времени В общем-то Я начал Изучать Более Глубоко Да Вот Мы начали Проводить Празднества Вот Сейчас К сожалению Этого Не делаем Вот Но Вот Знакомство Было Такое Понятно А Ты Когда Организовывал Свою Собственную Издательскую Систему Издательства То В этом Случае С какой Целью Какие Ты хотел Книги Литературу Кую Издавать Ну Я уже Работал Ты знаешь Проработал Буквально За какие-то Три года Да Вот Естественно Я только хотел По духовному Развитию Издавать Мы сейчас Издаем У нас Значит Основное Духовное Развитие Здоровый Образ Жизни Вот Ну И Остальные Книги Все Практически То есть Практика То есть То что Люди Делают Практически Не теория Как многие Пишут Да Там Теоретически Он пишет Да Это так Должно Быть Да Вот Либо Там Сейчас Очень Много Книг Переписывают Друг У друга Там Меняют Слова Там Фразы И все Это Потому что На самом деле Если честно Сказать То Наверное 5% 90 Книг Наверное Просто Выкинул бы Все Которые Сдаются Вот Я не скажу Что наши Все Идеальные Но Мы Стараемся По крайней Мере Вот Потому что Для меня Ценно Именно Практический Опыт Человека То Чего Человек Добился Его Жизненный Путь Его Восстановление Духовно Это Очень Важно Не то Что Там 100 Человек Пишут Одно И то же Вот Это Надо Сделать Это Кто-то Что-то Делает А именно Твое Лично Эти Книги Мы Издаем Именно Ты Можешь Взять Книгу С твоей Проблемой Ты Нашел Проблемы Взял Почитал И решил Вот Это Основная Тема Нашего Издательства Поэтому Вопрос О том Какие Когда Мы Когда В 2006 Году Организовали Тогда У меня В общем-то Я уже Все вопросы Со здоровьем Решил У меня Уже Скажем Понимания Полного Не было Но Вот Какое-то На подсознании Чувства Какие-то Были Интуиция Что-ли Или как Срабатывала Что надо Вот Именно Дальше Ити В этом Направлении Именно Так Оно Должно Быть В моей Жизни Представляете Сидящего Вокруг Много Книг Так Листаешь Так Издеваючи Очередную Книгу В раз Скукота Ну ладно Давайте Еще раз На музыкальную Паузу Прервемся А на самом деле Я сейчас Практически Не читаю Только те Книги Которые Мы Издаем За малым Исключением Вот сейчас Начал читать В общем-то Книжка Этого Джора Хиневич Да-да-да Понятно Очень интересная Книга Рекомендую Хорошо Давай на музыкальную Паузу Прерываемся И дальше Продолжим Уже Наверное К вопросам Перейдем Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что по одному Из современных Календарей 26 апреля 2016 года Вторник По одному Из старинных 15 день Месяца Посевного Речения 7 524 Лета Осемится Чернобыль Я выбираю Жизнь И Андрей Сияющий Наш главный Соведущий Напомню Что 30 лет Назад В час 24 Четвертый Энергоблок Чернобыльской Электростанции Атомной Электростанции Был Разорван Был взрыв И очень много Страшных вещей Произошло Вот как раз Андрей Принимал участие В этих всех Процессах И получил Определенную Дозу Облучения После чего Ровно Причем Ты сказал Что до 2 мая Ты там находился И через 6 лет Ты говоришь Да 2 мая У тебя это Через 5 лет Дало себе знать Ровно 2 мая Ты себя почувствовал Очень-очень Хорошо В кавычках И потом врачи Долго с тобой Интересно Занимались И чуть Опыты проводили Нам Как Там Говорил Почтален Печкин Надо тебе В поликлинику Для опытов Сдать Вот Сидять Вырвался Из их Крепких Лап И В общем-то Поэтому Благодаря этому И жив Ирония Не ирония Это принимайте Сами Что есть То есть Давай Наверное Поотвечаем На вопрос Наших Радиослушателей Давай Сейчас Открываю Наш чатик И смотрим Вопрос В эфир Поступил Сначала От Владимира Измытищ Андрей Оглядываясь Назад На минувшие Дни Что в жизни Сделал бы Ты по-другому Ничего Я доволен Жизнью Я считаю То что Я сейчас Ну то что Кем я являюсь Сейчас Это было Результатом Того что было Если бы я что-то Изменил по-другому Будет уже Другой результат И не факт Что он мне Понравился То есть Я бы ничего Не изменил Все Какая жизнь Тяжелая не была Но У нас же есть Очень хорошая Поговорка Чем нас больше Это Тем мы Крепче становимся Понятно Ну Можно Перефразировать На нормальный язык Что нас не ломает То делать нас Крепче Хорошо Так Дальше Сразу предупреждаю Некоторые вопросы Идут к тебе Как к специалисту По Чернобылю Ну вот Вопрос от Васильевича Что по мнению Андрея Было причиной Зарыва ЕС Как ты думаешь Ну Есть Несколько Как бы Предположений Я не специалист Я же не энергетик Вот Но Говорят Что Там Проводили Какие-то Испытания Ну То что У нас Там Говорили Что военные Проводили Испытания Вот И В общем-то Вышло Из-под контроля Следующий вопрос Тебе идет Как к йогу Я предполагаю Почему Потому что Сегодня должен был Эфир быть С человеком Который Йогой Серьезно Занимается И Видимо Не заметили Что Подминочка Произошла Там Не получилось По техническим Причинам Привести эфир Но Как Уже Говорилось Мы Не делаем Каких-то Трагических Выводов Из этого Мы просто Занимаемся Своим делом И если Сегодня Не получилось Провести эфир С одним человеком Но при этом У нас есть В арсенале Человек другой И тем более Что дата 30 лет Со дня Чернобыля Это так связано С другим человеком То вот Андрей Принял Мое приглашение И Мы быстро Переделали Анонс эфира И вот теперь В эфире Но Так или иначе Вопрос поступил Я его зачитываю Ну давай Вопрос в эфир От Владимира Изматич Практически Каждый пятый Эфир Тут Ну Радио имеется ввиду Про йогов Ну вы что-то Хоть Не йог Ваш путь Самостейный Ну вы-то Хоть не йог Ваш путь Самостейный Нет Я не йог Точно Вот Я йогой Не занимался Вот Ну как-то Не пришлось Душа не лежала У меня немножко Как бы Я Занимаюсь Немножко Другими практиками Скажем так Вот Такими духовными Не физическими А более духовными Такими Вот Именно Которые Связаны С Нашим Сознанием Потому что Ну Наверное Об этом Нужно Сказать Я к сожалению Ну как бы Скать Не хочу сказать Что я сильно Разочарован Обижен Но я Такую тенденцию Заметил За последние 16 лет Я пытался Объединить Несколько разных Групп людей То есть Как бы В начале 2000-х Когда работал Сетевом маркетинге Я хотел Объединить Как бы Людей всех Чтобы это Была Единая система Да Я даже газету Выпустил Несколько Выпусков Газеты По сетевому маркетингу Писал там Статьи В своих журналах Выступал там В различных Компаниях Вот Но Люди Не смогли То есть Люди вроде Говорят Да хорошо Хорошо А когда Объединяться Не смогли Года через два Через три Уже Будучи участвовать В одной академии Духовной Да Такой Я пытался Это был 2001-2002 Вот не помню Я для них Сделал сайт Вот И попытался Объединить Несколько Самых интересных Различных Групп Такой Мини-портал Сделать Эзотерический Тогда Практически Такого Не было Еще А вот Вроде все Да-да-да Когда Начало Объединяться Все Сразу Как бы Опять Разбежались То есть У каждого Ну как бы Самое-самое Правильное Вот А потом Кого я еще Пытался Объединить Ну вот Ари приезжал Мы пытались Славяна Объединить Не получилось С разными Традициями Тоже Не получилось Вроде все Согласны Вроде Да-да А когда Касается Дела Конкретно Там Давайте Мы к вам Придем На праздничество Вы к нам Там Какие-то Мероприятия Сделаем Не получается То есть Каждый Считает Как бы Пытается Сам за себя А вот Это Я связываю С тем Поднимаются Поднимаются Не болеем Не болеем Не болеем Заболеем Да-да-да-да Понятно С любыми Мы Хоть Не надо Посчитать Она Слово Не трудишься Неинтересно В общем-то Проявления Позитивным Ну Получается Как В присказке Не было бы Добра Да Вот Понятно Давай дальше Вопрос Уфир от Васильевича Как по мнению Андрея Сможет ли Новый Купол Саркофага Снизить Угрозу Дальнейшего Разрушения Первого Саркофага И соответственно Угрозу Дальнего Дальнейшего Заражения Территории Зоны Отчуждения Ну опять же Уже было сказано Что Наверное Такие вопросы Не совсем Тебе уместно Вот если О том Как Чего делать После заражения Наверное Надо с тобой Об этом Говорить По поводу того Что надежно Ненадежно Во-первых Понимаешь Все сводится Опять к одному И тому же Если мы будем Продолжать Жить так Как мы живем То Проблемы У нас возникнут С этим Саркофагом С другим Это не важно Вот в Японии Бабахнуло Тоже Там всем досталось Да Вот Бабахнет Еще где-нибудь На Украине Сейчас может Тоже бабахнуть Потому что Там вообще Непонятно Что происходит А вот В любой другой стране Может бабахнуть Вот Поэтому Здесь надо Говорить не о том Что Какая защита стоит Да А о том Вообще О том Что куда Вся наша цивилизация Идет А наша цивилизация Идет к гибели Это однозначно И Все пророки Предсказывают Что в общем-то К концу Этого тысячелетия В принципе Жизни на земле Не будет Вот именно На этом плане Где мы сейчас живем Какой-то Позитивный Нет А на самом деле Здесь Позитив в чем Позитив в том Что ты Развиваешься Ты свои вибрации Поднимаешь Ты начинаешь Перемещаться В другие пространства Кстати Об этом Трехлебов много говорил Это так и есть Вот почему Вот мы говорили Когда Если ты На правильном пути С твоего пути Уходят негативные Эти Да Всякие Вещи Да Больше позитивные Это не потому Что ты прям такой Ну не то что Как бы Мир вокруг тебя Стал такой хороший Нет Это ты стал такой И ты переходишь В другие Измерения Которые близко К нашему Все то же самое Проявляется Только немножко Лучше Немножко Лучше Немножко Лучше Ведь измерений Этих Их бесчисленное Множество И вот по этому пути Мы вот тем самым Уходим Либо наоборот Опускаемся Поэтому То что есть Поэтому говорят Что не надо Менять мир Надо изменить себя Меняешь себя Меняется все Вокруг тебя Люди меняются Мир меняется Если будешь Пытаться изменить Я пытался изменить Люди Это бесполезно Первую жену 20 лет пытался изменить Бесполезно Ну понятно Раз про жену сказал Вот получай вопрос Владимир Измытищ Чуть не убил А сразу понял Что нет Ну вот давай Давайте этот вопрос задам И ты как раз Разовьешь тему От Владимира Измытищ Андрей Так все же Первая жена получила Хотя бы Поучительных тумаков Когда сказала Что ты ей не нужен Или обошлось Без рукоприкладства Ну Когда ты ее хреначил Ты ей понял Что надо менять себя Нет Нет Получилось наоборот Было последнее Ну Скажу так Раз у нас Такие вопросы возникают Значит До 94 года Мы Первые пять лет Как говорится Если Муж-женой Первые пять лет Не расходятся То они потом Живут счастливы Вот у нас пять лет Была война То есть кто кого В прямом смысле Физическая Да Вот Но потом я так Съездил в санаторий Отдохнул Пересмыслил все Вот И Перестал заниматься Рукоприкладством Ну С ее стороны Иногда такое было И вот Когда последний Последний Мой Так скажем Штрих Когда я спал Она меня чем-то Долбанула по голове Я понял Что Где-то По виску тут попало Я думал Все Если я еще останусь На одну ночь Меня точно убьют Поэтому я Встал и ушел Все бросил То есть забрал только компьютер Две сумки с книгами И все Даже ничего Ни одежду Ничего не брал Вот Поэтому Поучительно Но поучительно Она сейчас одна До сих пор Понятно Вот Поскольку она Поучительно Для меня Не знаю Я У меня Вот я нашел Человека Свою половину Мы очень счастливы Так что Понятно Если про тараканов Говорить Когда я получил Сковородкой по голове Утром я встал Собрался в тараканов А здесь вот Гриф написал Хреначил И именно так Гриф Ты наверное понял Что если уже доходит До того что ночью Сковородкой по голове бьют То это Другим словом Как хреначить Уже не назовешь Ну типа того Да Так что здесь уже Слов трудно Это был толчок Для моего Быстрого Сильного Духовного Развития Поэтому я быстро Собрал Сумочки И слинял Понятно Ну вот видите Как просто оказывается Духовное развитие Получить Не надо ехать В какой-то там Монастырь Шаолинь Не надо Гадая медитировать Нашел Настоящую Эту вот Женщину Да Со сковородкой Как в анекдоте Да Вот когда ты видишь Что у меня в руке скалка Мне пофигу На какой стороне У тебя битейка Да Вот да И получил Духовное развитие Сразу По полной программе Ну что ж Это на самом деле Леша Это на самом деле Вот Люди Которые с нами Рядом окружат Они как раз таки Являются учителями То есть Они приходят Специально для того Чтобы Учить тебя Если ты Как бы Ну скажем так Ну как сказать Включишь мозг Да Свой А вот Не просто он тебе Там в голове Где-то будет Именно включишь Ты быстро это поймешь То есть На какие тебя Болячки давят Надо над ними и работать На самом деле В общем-то Жизнь у меня тяжелая была Вот у Гали тоже Она не из легких была Но когда мы встретились Мы То чего мы делали раньше Мы этого не делали Потому что мы наработали Свой жизненный опыт Мы его использовали И все нормально То есть на кошках Потренировались Да Она на котах Потренировалась И она кошки Понятно Так В общем Козлов и Коз Пустречали Скажи пожалуйста Ладно Ну вот В Чернобыль ты попал Там деваться было некуда По тревоге подняли И поехали Но вот За жену Учителя Такого Как ты вообще Додумался-то Выскочить Тут Слово Замуж не подходит Жениться на такой Ну Не знаю Понимаешь Вот ситуация такая была Мы учились В техникуме Было три друга А у них три подружки Было Два друга Начали встречаться С подружками Меня попросили Тоже за компанию Пойти Ну в результате Женился Понятно Первый умный был Детина Второй был И так и сяк Третий Вовсе был Андрей А третий дурак Да Я дурак Умой был Ясно Ладно Сергей П Вопрос в эфир Как отличить Что человек Делает что-то Не так От уроков Которые делаются Для прохождения Соведущий сказал Что в жизни Что-то может Ити не так Но может быть Это предусмотрено Планом Ну это не планом Предусмотрено Это предусмотрено Человеком Который В общем так Это как бы Но не секрет Что мы приходим Когда мы свою жизнь Планируем То есть мы должны Есть основная Как бы миссия Цель жизни твоей И есть Куча Вот как вот Ну тебе надо На пятый этаж подняться Ты же не можешь Сейчас подлететь Ты идешь по ступенькам Одна ступенька Вторая Не факт Иногда подлетаешь Ну иногда да Но у меня Такого в жизни не было Поэтому я не буду говорить Я так не подлетал Высоко Вот Поэтому Как вот один человек Сказал Что мы являемся От друг друга ступеньками То есть мы друг другу помогаем То есть Эти вещи нужны Чтобы обучаться Но надо им Именно обучаться То есть Есть люди Которые получают По голове И они Получил по голове Да там Дальше идет Опять получил Потом еще Опять 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 И так далее Вот А некоторым Один раз Достаточно Вот получить По голове Чтобы проанализировать Сделать правильные выводы Вот Для примера Приведу Наверное Такой вот сюжет Ну не знаю Насколько Большинство Знакомо нет Но Вот мы издаем Книги Доллара с Кэнон Она Человека Вводит Сфранцевое состояние И через нее С тем человеком Работают Высшие сущности Да Вот И есть у нее Такая методика Когда она просит В конце сеанса Чтобы эти сущности Но сущности В принципе Это Очень высокие сущности Скажем так Сущности Которые являются Хранителями Всей информации Нашей вселенной Так скажем И когда она просит Человека Помочь его Продиагностировать И исцелить Они делают это И человек После сеанса Там через час Полтора Встает абсолютно здоровый Но Есть одно Маленькое но Всегда ему говорят Ты должен Сделать вот это Вот Скажем Последний штрих Точку поставить Если человек это делает К нему болезнь не возвращается Если он этого не делает Она возвращается И такие моменты были Когда вот Одна женщина Я знаю Человека Который проводил Такой сеанс Женщина У нее была Была онкология Вот Рак у нее был Ей Сделали операцию Вот Но ей лучше не стало Все хуже и хуже становилось И вот Женщина пошла Специально учиться Этой методике Потом Она Провела сеанс После сеанса Моментально Все боли исчезли Она стала кушать Все что угодно Но ей сказали так Ты должна Простить вот этого человека Там Мужчину какого-то А вот Она сказала Не я его не прощу Это сволочь такая Нет-нет А во время сеанса Ей показали Что Несколько жизней подряд Она Держала обиду На этого человека На этого мужчину И никогда его не прощала И у нее Несколько жизней подряд Она все заканчивала Раковым заболеванием Мугнерала В этой жизни Ей сказали Конкретно Какой человек Почему Все это И сказали Ей помогли Сказали Тебе даем Две недели А ровно две недели Чтоб ты попросила Прощения Она этого не сделала А вот Она прожила Два месяца И умерла От У нее там С печенью было То есть То что Человек С ней же В это же время У другой девочки Был рак груди Провели с ней Другой человек Сеанс Ей сказали Надо тебе еще Попользоваться Какими-то травами А вот Она какие-то травы Нашла Попользовалась Все Она сейчас здорова Счастливая Все отлично То есть Вот эти вещи Которые Надо Отслеживать И принимать Правильные решения То есть Нам всегда дают Шанс И всегда нам дают К этому шансу Как бы Ну Вернее Как бы Уроки Да И к этим урокам Всегда дают подсказки Только мы эти подсказки Зачастую не видят А вот если Надо научиться Видеть их И вот для этого Есть этот вот Жизненный опыт Чем быстрее мы научимся Тем лучше Понятно Так У нас приближается Музыкальная пауза Хотя По сложившей традиции Я музыку не ставлю В момент Когда мы отвечаем На вопросы Но здесь Немножечко другое Я уже неоднократно Предлагал Нашим радиослушателям Становиться творцами Участвовать В создании Народного Славянского радио Принимать участие В его деятельности Подбирать музыку Править эту музыку Кто умеет нарезать Заниматься нарезками передач Кто умеет начитывать Начитывать Кто умеет писать Писать Ну и так далее То есть Со всех сторон Можете быть творцами И вот У нас Есть уже Некоторые успехи Хочу поделиться с вами Готовится Программа К 9 мая В принципе Кое-что уже сейчас звучит Звучит у нас Каждый день Несколько раз Это по сводкам Информбюро Советформбюро И музыка звучит Стихи о войне И передачи Вот как раз сейчас На 4 минутки Хочу поставить Передачу Которая Была подготовлена Силами Людей Которые Вот просто Решили Сделать Давайте запишем Вот такую вот Передачу Ну давайте запишем Вот смотрите Что получается На войне Как на войне Невероятные И курьезные Истории Военных Лет В начале войны Был интересный случай Информационной диверсии Так называемых Партизанов Эфира Русские Вторглись Можно сказать Святая Святых Третьего Рейха Национальный Радиоэфир Хотя на ход Войны Это не повлияло Но крови Фашистам Попортили Изрядно Попытки Геббельса Выяснить Происхождение Радиодиверсии Так и не Увенчались Успехом Занятная Радиостанция Во время Второй мировой На Крестовском Острове В Ленинграде Работала Одна Занятная Радиостанция Их задача Была Просто Вещать На той же Чистоте Что и Финские Радиостанции Там Немцы Всем Рулили Тогда И на Чистом Финском Языке Язвительно Комментировать И бесить Немецких Дикторов Все Происходило В режиме Комментариев Самый Интересный Момент Советский Диктор Встревал В речь Своего Финского Коллеги И отжигал По полной Выглядело Это Так Финский Геббельс Начал Фабриковать Колоссальную Ложь Ослины Уши Геббельса Высовываются Каждый Раз Когда Он Начинает Доказывать Недоказуемое Почитать Немецкие Газеты Прежде Всего Статьи Геббельса Так И в Прямь На свете Нет Больше Друзей Правды Нежели Гитлеровцы И более Страстного Искателя Истины Нежели Урод И лжец Геббельс Геббельс Из-за Своего Карликова Роста Любит Все Колоссальное Огромные Кабинеты Грандиозные Диваны Картины Во всю Стену Для Изображения Немецкого Героизма Требуется Посредственный Журналист И четверть Шнапса Самим Финнам Это Очень Нравилось Вся Финляндия С нескрываемым Любопытством Слушала Советские Комментарии И веселилась От души А вот Немцев Такое положение Вещей Конкретно Бесило Как правило В ответ Они утюжили Артиллерии Лесной Массив На острове Наивно Полагая Что именно Там Сидит Советская Радиостанция А вот Дотумкать Что Антенной Служил Стометровый Стальной Трос Закрепленный На один Из Аэростатов Заграждения Они Так И не Смогли На народном Славянском Радио В рубрике На войне Как на войне Прозвучала История Занятная Радиостанция Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор На народном Славянском Радио Напомню Что по одному Из современных Календарей 26 апреля 2016 года Вторник По одному Из старинных 15-й день Месяца Посева Наречения 7524 лет Асьмица Чернобыль Я выбираю жизнь Такова тема Сегодняшнего Эфира Главный Ведущий Андрей Сияющий И хочу спросить У наших Радиослушателей Как вам Творчество Наших друзей Которые Просто решили Быть творцами Просто решили Придумать Такую рублику Искать Интересные Такие Моменты Которые На войне Случались И создавать Такие Небольшие Миниатюры На войне Как на войне Вы тоже Можете Принять участие Для этого Не надо быть Семипядей Во лбу Достаточно Быть просто Человеком Которому Интересно Что-либо Делать Творить Пожалуйста В чате Напишите Понравилось Не понравилось Ну что ж Давай дальше Будем продолжать Разбирать вопросы Которые Поступили Ну кстати Ждешь Сейчас Одну секунду Давай там Тогда Докончим Тот вопрос Давай Докончим Значит Смотри По поводу Того Что вот Там Задавали вопрос По поводу Уроков Да Значит Смотри Еще Что Ну я буду Как бы С нашей работой Со своей жизнью Это все Как бы Связывать Да Вот смотри Мы сейчас Вот книжечку Выпустили Одну Называется Разговор Души Язык твоего тела Вот там Очень хорошо Сформулированы Все аспекты Наших физических Заболеваний То есть Все физические Заболевания Это следствие Причины Все находятся На духовном уровне Вот И Поэтому Можно К этому Отнести То Что с нами Происходит Это все Идет С духовного Плана То есть Сюда И так как Я уже говорил Еще раз Повторю Чтобы Как бы Это лучше Уложилось В головах У людей То что Если ты Идешь И делаешь Да То есть Ты для себя Определенные вещи Запланировав Ты идешь Тебя там Могут бить Могут не бить Но Если ты Выполняешь Правильно Все То Это у тебя Будет все Меньше 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 И отходить То есть Негатива Будет все Меньше Если тебя Продолжают Бить И все Больше И больше Значит Ты опять Идешь Не в том Направлении То есть Уроки Не усваиваешь То есть Если ты У тебя Это прекращается Значит Уроки Усвоил Урок Никогда Не будет Повторяться Если ты Его Усвоил А вот Если ты Его Не усваиваешь То он Будет Отягощаться Это тоже Очень важно Запомнить И Важно Если у тебя Скажем Ну как Скажем Вот ты Идешь Да Там Я не помню Такая была Там Притча Или что Сейчас Не помню Люк Открыт Упал Да На сегодня Идешь Опять На том же Месте Но Ты так Можешь Всю жизнь Ходить И одно И то же Делать И будет Один И тот Же Результат Надо Просто Что-то Изменить Там Например Обойти Его Или Перепрыгнуть То есть В жизни Если ты Делаешь Какие-то Вещи Несколько Раз Делаешь Одинаково И ты Получаешь Один И тот Же Надо Перестать Делать Надо Сделать Что-то Другого Пускай Вот Тебе Когда Мне Говорили Что Ой Да Это Не Может Быть Да Это Ерунда Все Я Никого Не Слушал Потому что Я для себя Понял Что Мне Терять Уже Нечего Я Буду Идти Делать И сам Пробовать Потому что Так Я Уже Сделал Не Помогло Так Сдел Не Помогло Несколько Раз Сдел Одно И то Же Опять Не Помогло Поэтому Начинаешь Искать Другой Путь И Как Обычный Другой Путь Тебя Куда То Выводит Пускай Не Сразу Но В конечном Ты Выйдешь Туда Куда Надо Хорошо Хорошо Ну Если Есть Уточнение По вопросам Если Друг Считаете Что Что Не Отвечено То Пожалуйста В чате Задавайте Уточняющие Вопросы Будем Дальше Разбирать Бета Вопрос Задала А дыхательная Гимнастика Применяется Если Применество Какая Нет Я Не Применяю Честно Скажу Я Вот Такие Вещи Не Применяю Ну Как Не Знаю Мне Тяги К этому Нету Я Не И И И И У Меня Были Когда-то Давно Проблема С Правым Легким Колола Легко Да Но Это Еще Было В начале 2000 Годов Вот И Я По Методу Сильва Я Просто Посмотрел Причину Мне Показали Причину Я На Следующую Ночь Помедитировал Вот На Эту Причину Я Знал Что Это За Причина Уже Я На Нем Поработал И С тех Пор Мне Перестало Ковыть Легко Я Все Вопросы Решаю Именно Таким Путем Я Не Стараюсь Делать Какие-то Физические Упражнения Это Очень Так Редко В Небольшом Количестве Больше Вот Скажем Вот Мы Ездим На Участки Работаем Я Мотаюсь Очень Много Двигаюсь По Работе Очень Много Хожу Бегаю Встречаюсь С людьми У меня Такая Активная Жизнь Поэтому Мне Вполне Этого Хватает Понятно Дальше Алексей Тарасов Вопрос В эфир Есть Предположение Что В ликвидации Угрозы Взрыва Реактора Который Мог Привести К гибели Земли Приняли Счастья Высшие Силы Космоса Якобы Прилетал Космический Корабль Есть Свидетели Этому Что Можете Скать По Этому Поводу Вообще Как Ну Какие-то Фотографии Я видел Это Вполне Вероятно Потому Что Да Скорее Всего Так Было На самом деле Как Бы Сказать Вообще Вообще Над Россией Скажем Как Бы Так Сказать Помягче Вот В общем Несколько Цивилизаций Которые Ну Скажем Так Защищают Охраняют Россию На дне Стоит Духовный Который Защищает Страну Вот Поэтому Все Что Негативно У нас Все Очень Очень Смягчает То есть Версия Большого Кирдыка Она Далека Да Нет Нет Да Если Только Мы Совсем С ума Не Сойдем И Не Начнем Здесь Беспредел Творить А что Еще Не Сошли Что Ну Еще Не Сошли Русский Народ Он Крепкий Такой Немножко В какой-то Степени На какие-то Такие Негативные Дела Он Очень Ленивый Вот Мы Как Больше Вообще Русский Человек Он Привык Больше Созидать Не Больше Он Вообще Созидатель По Своей А Не Разрушитель Поэтому Все-таки Мы Неосознанно В большинстве Своем Неосознанно Против Таких Вещей Ты знаешь И вот Как-то Ты говоришь Как будто С другой Планеты На самом деле Пролетел Вот Даже Есть Анекдот Такой Когда В Одну Из Дорогущих Моделей Автомобилей Японцы Поставили Черные Ящики Чтобы Знать Причину Почему Разбиваются Ну Там Американцы Из одного Разбиваются Французы По любви Разбились Русские Разбиваются Потому Что А смотри Пацаны Как я могу Да Да Ну Вот Это Как-то Безбашенно Все Это Отражает Действительность Но Может быть Творчество Оно Заключается Как раз В том Чтобы Проложить Новую Трассу Там Где-то Съехав С дороги Может быть Я не знаю Но Сейчас Очень много Людей Которые Вообще Безбашенные Такое Ощущение Что Они Не понимают Для чего Ну Для чего Пришли Это вообще Не обсуждается Лучше вопрос Такого не задавать Иначе Будет Минуты Молчания Здесь не обойдется А вот А вообще Где они находятся Для начала Они так долго Будут осматриваться Потом начнут Рассказывать Окружающую природу Там Вот здесь Мы стоим На поляне Вот тут Три дерева Там И так далее Адрес Улица Спрашивают На какой улице Мы находимся У проходящих Но они Не ответят Где мы находимся С точки зрения Ребята Вообще На месте Или нет Вот Поэтому Когда ты говоришь Что творческие Мне как-то немножко Творческие В чем Вот я сейчас вижу Сегодня зашел на рынок Вот Надо было купить Зелень Пока еще Своя зелень не выросла Надо было Немножко зелень Прикупить Ну и Подходим С Марьева мужика Стоят Ну там Орешки всякие Ну вот это вот Полезное Всякое Да Я смотрю У него стоит Целый мешок И там Вот от Орешков Не грецких А от Как их называют Этих Сибирские наши Орешки Кедра Вот да На самом деле Там не кедра Как-то по-другому Хотел там По-умному сказать Ну ладно кедровые Да вот кедровые орешки Вот И там целый мешок Стоит этих вот Огрызков Я говорю Слушай А ты что с ними делаешь Он говорит Продаю Говорю Ты что с ума сошел Ты вот орешки продаешь Там 1500 рублей килограмм А еще Или 1600 А еще и это продаешь Он говорит Ага Покупают Он говорит Да покупают Говорю Зачем Говорит Чтобы самогон на коньяк делать Это серьезно Я был в шоке То есть Я уже не от первого слышу Что они накупили Самогонных аппаратов Они сидят И делают самогон И хвастаются всем Что у них экологически Чистый самогон Да они там еще делают Из него вот такое 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 И то и другое Понимаешь Это люди Которые хвастаются тем Как они себя уничтожают Какие они придурки Потому что они это делают И они этим хвастаются Ну А ты рассказываешь А ты рассказываешь О каких-то там Русских наших ребятах Которые вот что-то создают Я пока Ребята Отзовитесь Кто создает Ну расскажите мне о себе Что вы создали Там вечный двиг Этих создали Или еще что-то Там мир Счастье В жизни Создали Ну вот расскажите Пока я вижу Вот этих людей Которые идут За этими очистками От кирдровых орешков Шелухой Из самогона Коньяк делают Леша Вот И многое другое Да сейчас вообще Да после распада Советского Союза Вообще Россия там сколько 25 лет Даже меньше Наверное Вот То есть вообще Страна Считай только что Родилась Поменяли вектор Люди многие Не понимают То есть вот То что Еще Аллен Даллес В 45-м году Будучи союзником Советского Союза Они тогда Приняли эту доктрину Когда сказали Что мы Мы можем победить Русских Только Мы их не можем победить Они могут победить Сами себя Мы им подменим Просто Ценности Да Все что ценно Мы Это затопчем грязь Все что пошло Мерзко Мы это будем Превозносить Вот И молодежь Будет Считать Что она это Сама делает Потому что Считает На самом деле Она будет То что Говорят Мы говорим Вот И Будут единицы Кто будет это понимать Но мы этих людей Тоже втопчем грязь Вот Все что происходит Сейчас Сейчас молодежь Думает Что она Крутая Умная А вот Что они Цивильные Цивилизованные Такие вот То что мы тут Тупые все Да Вот И все прочее На самом деле Надо время Люди разберутся Со всем этим Вот А русский человек Он По своим Духовным качествам Вообще По своим внутренним Качествам Он Ему чужда Западная Цивилизация Для нас Она вообще Чужда Поэтому Происходит Нестыковка Духовного Внутреннего И внешнего Мира Которая Вот И сейчас Получается Это Ну как бы Вот такая Каша На самом деле Все нормально Если Сейчас У нас Ну как бы Но это быстро Не произойдет Если Ну сейчас Меняется Все потихоньку Медленно Но очень Меняется Вот все-таки Посмотри Больше людей Интересуются Нашей культурой Больше хотят Возродить Да Там какие-то вещи Пускай это Может быть В глобальном плане Ничего не решают Но уже Какие-то есть Такие Очень много Молодежи стало Которые Не пьют Не курят Да Вот И для них Это очень важно Это ценно Очень Вот Что еще Но много Таких людей Особенно Это вот Да В Москве Таких людей Тяжело найти Вот А если ты уедешь Туда дальше В глубинку Куда-нибудь В Сибирь Там много людей У меня там Родственники живут Тетя со своей Жим Это они совсем Другие люди Абсолютно То есть они Отличаются от нас И от тех Кто живет здесь Вот Поэтому Не надо так Думать Что все Кончено Ну Людям Время надо Сейчас Конечно Они вырвались Когда Показали Да Вот вы можете Кучу денег Иметь Иметь Все что хотите Но на самом деле Большинство людей Начинают зарабатывать Я сам занимался Бизнесом Могу сказать Да То что Я приехал У меня дочка родилась Еще раз приехал Она уже Читать начала Еще раз приехал В первый класс Пошла Ну так Я утрирую конечно Но по большему счету Уходишь рано Приезжаешь Уходишь Она спит Приходишь Она спит Уже Да То есть Нету никакой жизни То есть это Это несчастье То есть вот эти все вещи Они отойдут Люди будут разбираться Потихонечку Кто там гонится Зачем-то Оно все отойдет Потом Давно Очень много лет назад Очень В какой-то книжке Прочитал Прочитал Что Вообще Наша цивилизация Управляют Любой цивилизации Которая была на земле 20-30% Человек То есть Которые Вернее Держат Не управляют А держат Ее Ну это не имеется Ввиду Те которые Там вот Всякие говорят Комитет 300 Там и так далее Там еще чего-то Вот Нормальные Людей Я имею ввиду Ну кстати Вот недавно Нарбек Книжки Прочитал Опыт дурака Третья по-моему Книжка Вот Читал Так в том году По-моему Посмеялся Он мне нравится Он такой смешной Поднимает Все время настроение Вот Что Если 80% 70-80% Людей убрать Земли То ничего не изменится Я даже могу сказать Что будет еще лучше То есть Это те вопросы Которые Ну как бы В догонку Если сказать Вот мне Мне приходила информация И потом Три человека Мне еще подтвердили Эту информацию Что на земле Где-то около 20-30% Людей 50% Биороботов Остальные Это представители Внеземных цивилизаций Поэтому Люди И чудят Людей мало На самом деле Тех людей И на которых Можно назвать Человек Их мало Если ты ходишь На двух ногах Две руки Есть голова Там Это не значит Что ты человек Это просто Тело Оболочка Костюмчик Человекообразное Человекообразное Да Просто живая Сущность Какая-то Есть Вот и все На самом деле Если мы сейчас Окунемся В далекое-далекое Прошлое Когда создавался Адам и Ева Да И Адам и Лолит Была первая Вот То в те тела В сущности Вселяли То есть Делали тело В нее сущность Вселялась Они не могли Продолжать Труд Это в дальнейшем Механизм Был совершенствован Когда они стали Вот так Как обычным путем Рождаются дети И тогда Стало подселение Вселение Такое Раньше этого не было У них Поэтому Часть людей Они действительно Биороботы Как были Так и остались Только туда Кто-то вселяется Ну на самом деле Я тебя провоцировал Конечно Такие вещи Рассказывал Надо как-то был Разговор поддержать Как в анекдоте Да А когда ты рассказывал Про дочку То вот Есть такое высказывание Дочку Увидел он Несколько раз в жизни Первый После роддома Второй Третий раз На звонке В первом Последнем школе Ну и четвертый раз На ее свадьбе Остальное Все как-то без него Обошлось Да Ну ладно Следующий вопрос От Николаевич Вопрос к ведущим Вы рассказываете Про прошлые жизни А как вы узнаете Кем вы были в них И что делали Ну для этого Есть разные практики Вот я просто Как бы Я в начале 2000-х Начал заниматься Я просто совместил Несколько практик Да Вот Еще от себя Добавил Как я это почувствовал Вот И мне показывали Эти жизни Вот Причем показывали С другими людьми Которых я знал Вот Вот так я изучал А потом Очень просто 2009-2010 год Я несколько Вот я вам говорю Про то что Доллар с Кэном Чьи книги мы издаем Она проводит сеанс Она человека Водит в трансовое состояние Вот Как раз На тета уровень Когда ты В сознании Но Физическое сознание Не Не вмешивается Оно не может вмешаться На тех Вибрациях мозга Вот И тогда Я тоже несколько Проработал И показали мне Как раз мне показали Тогда И то что у меня Очень большая связь С свидетельской культурой Что я делал Почему я это делал Ну Многие такие вещи Это много способов Есть Вот Поэтому Это нормально Просто если интересно Кому-то интересно Обращайтесь Бум Я буду делиться тем Что я смогу На самом деле Может быть что-то Кому смогу помочь Помогу с удовольствием На самом деле Много всего Просто даже Можно просто В медитации Ну это надо В глубокую медитацию Входить Можно в принципе Тоже некоторые вещи узнать И Миссию свою узнать И То что вы должны делать Просто надо Самое главное То что Вы должны определиться Что вы хотите Потому что Эти знания Просто так не даются Если вам даются знания Вы должны будете действовать И то что вы должны будете Действовать Многим не нравится Потому что Потому что очень часто Приходится Можно Рассказаться со своими Близкими Можно Разрушить с ними Отношения Какие-то Может быть Все что угодно Произвать Здесь Надо Понимать Вернее Не понимать А осознавать Для чего вы хотите Получить Это не игрушки Это не шутки Что Там Посмеялся Похлопал в ладошке Попрыгал на одной ножке И все И там все это Это безболезненно Не пройдет То есть надо Серьезно Если вы хотите изучать Серьезно Свою прошлую жизнь То есть Серьезные методы Будьте готовы К изменениям Своей жизни Если готовы То пожалуйста Хорошо Сергей Сын Леонид Вопрос в эфир Что для вас Является благо В отношении Чернобыля Благо Ну я же рассказывал То что Мне показали Как цена жизнь И благодаря этому Я Стал То есть Когда я начал Я понял Что я хочу жить Вот Кроме В общем-то Моих родителей Я никому не нужен был Я тоже это понял А вот Я начал заниматься И благо в том Что я Сейчас Здоровый Вот Счастливый У меня счастливая семья У меня все хорошо У меня свой бизнес есть Он маленький Но он свой Вот Я ни от кого Не завишу Вот Хочу работаю Хочу не работаю Хочу много работаю Хочу мало работаю Вот И Мы В общем-то Ну все Все Всем доволен Всем Все Он мне дал толчок Для моего духовного развития А это самое главное Для меня Потому что Мы От Всевышнего Пришли сюда И мы должны К нему вернуться И это самое главное А все остальное Это уже второстепенно Религии Культуры Наши занятия Это все второстепенно Так Ты Конечно Наверное Народ поддел Когда поговорил С тараканами Вот вопрос от Миколаевича Вопрос к ведущему Как выводятся мыши Из дому Подскажите Что делать То же самое Какая Какая разница Тараканы Мыши Просто надо Ну Скажем так Просто Попробуйте Так сделать Ночью Когда будете спать Ложиться Я проснусь ночью Самый подходящий момент Когда смогу Поговорить с мышами И вы должны Проснуться В тот самый момент Если вы не проснетесь Значит Плохо Поработали Если проснетесь Значит Просто поговорите Как вы разговариваете Со своим любимым ребенком С любимой Женщиной То есть Что Мы вас любим Но Вы находитесь Не в том пространстве Вы Делаете Такие-то Такие-то Вещи Если вы хотите Чему-то Меня научить Пожалуйста Подскажите Но Я вас с любовью Отпускаю Пожалуйста Живите Да Но Не на территории Моего дома Все то же самое То есть Слова могут быть разные Но это надо С любовью Без всякой злости Без всякой агрессии Не говорить Что вот Если вы не уйдете Я вас порублю На мелкие кусочки Или потравлю вас всех Да Вот Ни в коем случае Все живые существа Все связаны Абсолютно Все связаны На земле Вообще И во вселенной нашей Все связаны То есть Все-все-все Живое Неживого Ни материи Нету Вся материя Живая Все понимает Просто она Находится на разном уровне А так как человек Все-таки Находится на самом Высоком уровне На земле Из живых существ То мы можем Мы можем Очень сильно влиять Но это должно быть Не со стороны Силы агрессии А со стороны Любви Представляю Приходит такой Невыспанный человек А что ты Невыспанный Да с мышами Ночью разговаривал Ну хорошо Хоть не с тараканами Да Уже Прогресс Уже прогресс Так Ладно На самом деле Так же вы можете Разговаривать На самом деле Когда человек Заснул Засыпает Да вот спит Да Можно к нему подойти С ним просто так поговорить В этом состоянии Человек Даже он если спит Но он все На подсознание записывает И это все потом Ну как Материализуется Или воплощается Так же можно Да вы можете Так же Вот проблемы есть Там с ребенком Там с женой Там на работе С начальником Там или с кем-то Эти вопросы все решаются Точно так Заходите в это состояние Я говорю Вот почему Вот метод Сильва Очень хорош Он позволяет Очень сильно Расслабиться Раз И второе Там не просто медитация Когда ты сидишь Там и балдеешь Да А именно динамическая То есть это когда ты Своей силой мысли Своими образами Можешь Изменить реальность Но опять-таки Надо делать Делать ты можешь Только то Что принесет Во благо Потому что если ты Во благо не делаешь Тебя просто будут Выбивать От этого состояния Ну вот Пишет Я Гриша В чате Ну с тараканами Ты не был Столь любезен Ты обещал их Потравить Если они не уйдут Ну ладно Ну я когда только учился Понятно В общем для каждого Надо находить Свой стиль Общения Ну я когда учился Это было начало Двухтысячных Когда это Я говорю Вот сейчас Я говорю А почему Батюки такие Бандитские подходы Ну и че чулак Со своим организмом Я уже так не общался Типа Бактерии Я вас поубиваю Все Потому что Вы Мне причиняете боль Да Я уж поумнел Я же тоже все-таки Эволюционирую Надеюсь В лучшую сторону Понятно Человекообразного Хомосапи Ясно Хорошо Ладно Следующий вопрос От Михаила Из Москвы Андрей Очень интересно Что сказал Что сказал-то врач Который определил Срок жизни В 5 лет После аварии И вообще Он только тебе Это сказал Или там были Он стоял У нас рота стояла Он сказал Вот у вас Такие плохие анализы Вы долго не проживете Всех Ну практически всех Да Дай бог Чтобы вы 5 лет прожили Ну это же армия Люди все прямые Честные Они умеют Наш Как говорится Люди душевные Всегда в трудную минуту Могут поддержать Понятно Понятно Не дать умереть Своей смертью Какого-то точного диагноза Там не было записано Просто сказал Сдохните Усе лет 5 Нет Понимаешь Диагноз Ты понимаешь Это же был Советский Союз Тогда все было Засекречено А я увольнялся Когда Я пришел Мы же В конце июля Переехали В 86-го года Переехали В Днепропетровск Да Вот И все А я увольнялся На месяц раньше И когда я пришел Просить Дайте мне документы Они сказали Вот вы знаете Вы когда С Киева Возвезли Ваши документы Потеряли Все И я И никаких данных Не было И только когда В 91-м году Мне плохо стало Мы делали Запросы в Киев В часть В течение года Несколько запросов Сделали Вот Пока Никакую-то информацию Не прислали Но когда я посмотрел Там Занижена была И обла Эта Доза облучения И все Все там было Такое Что В общем С индивидуум На минимум В общем Типа ничего страшного Мальчики пошли Погулять Ну и там Яблоко съели Немытое Скрывали Да У нас только Где-то через Не пять Только тогда По Объявили Что у нас Зарвалось По этому Как его В Чернобыле Произошло Первый раз Там Мы услышали По голосу Америки Поэтому В этом Ничего Такого Нет удивительного Все скрывалось Все Ну вот Ты сказал Эволюционируешь Здесь тоже У нас в чате Эволюционирует Вот смотри Сначала Мы начали С тараканов Потом на мышей А вот тут уже Дальше к человеку Перешли Человек спит А ты ему Нашептываешь Ты мне должен Пирожок Ты мне должен Пирожок Я же сказал Во благо Надо нашептывать Они В аптиме В аптиме В аптиме должен Пирожок Во благо Хорошо Ну можно Нет Ты знаешь В принципе Вот кто это Написал Пускай Попробуйте Нашептите О том Посмотрите Какой вы Пирожок Получите Если По голове Получите Пирожком Ну значит Наверное Неправильно Нашептали Если Действительно Вам во благо Будет Значит Наверное Вы Все правильно Сделали Главное Не переставайтесь А то потом В дверь Не влезете Слишком много Пирожков Вредно Ну что ж Давай Заключение Еще вопрос У нас тут есть Вопрос В эфир От Олега Из Иркутска Андрей Здравия Что можешь Сказать Про рассказы О городе Припять О том Что там Видели Фантомы Видения Людей В частности Маленьких Девочек В окнах Домов Появления НЛО И так далее Соответствуют Ли эти Явления Действительности По твоему мнению И если да То объясни Природу этих явлений В твоем понимании И является ли Преувеличением Ученых О времени Полураспальди Радиоактивных Веществ Тысячи лет Так как Хиросиме Нагасаки Давно живут люди Что скажешь Про зону Чернобыль В этом аспекте Благодарю Ну сейчас На самом деле Тоже там Насколько я знал По крайней мере Если не живу То Постоянно Бывают люди Регулярно Да Вот То что Про НЛО Ну Были фотографии В интернете Я лично Тогда не видел Да если бы даже Я увидел Тогда в это Все не верил Даже не обращал бы Внимания Вот Есть фотографии Которые Да там Вроде есть Да Вот то что Касается Того что Призваков Ну это Точно могу сказать Что это есть Потому что Что такое призвак В принципе Это Это души Да Или духи Которые Остались То есть После Когда тело умирает Дух уходит Он уходит В определенные Пространства Вот Но есть духи Которые не уходят Они остаются Привязанные К земле Это обычно Бывает Либо Которых Люди У которых Были Очень сильные Материальные Привязанности Физические К земле А вот Есть определенные Обряды Которые Не дают Духу уйти А вот Есть Если это касается Детей То это скорее всего То что Они не понимают Что произошло То есть Дух вот только Жил в теле Вот он только Начал адаптироваться То есть Ну как бы Приспосабливаться К физической жизни Да и тут вдруг Такой толчок Вроде ты живой И вроде ты И не живой уже То есть Ну якобы Ты ну В смысле В теле И ты уже Вроде не в теле Кстати Вот эти вот вещи Когда Неожиданно Происходят Да Когда вот Дух Вышибается Там Ну вылетает Да Резко Очень часто Бывают Действительно Там Привидения Призраки Всякие Это вот Из этой Уперы Понятно Думал что Последний вопрос Нет Смотрю еще Лера Задает вопрос Здравия всем Вопрос в эфир Я не сначала Слушаю Может ответили На первый вопрос Это правда Что человек Может переработать Радиацию Как виде энергии И использовать Как вид энергии Во благо себе И второй Как вы считаете Радиации Сейчас больше На земле Конечно больше Однозначно Ну понятно Со вторым Все ясно А с первым Вопросом Значит С первым Значит Опять-таки Вот смотрите Мы будем возвращаться Вернее Надо возвращаться К Одному и тому же К нашему Духовному развитию К нашему сознанию То есть На самом деле Радиация Она Как созидающая Может быть Так и разрушающая В моем плане Она как созидающая То есть Благодаря ей Я исцелился Вообще От всех болезней То есть У меня был толчок Для некоторых Это смертельно То есть Убивают Во-первых Человек Понимаешь Вот если Ну Человек С высокими Вибрациями Ему Не страшно Ни радиация Ему ничего Не страшно Он Это сможет Он это сможет Ну как сказать Ну в общем На нем Это не будет отражаться На него влиять Не будет То есть И клетки Не будут подвержены Излучению Ничего То есть Это будет нормально Ну вот кстати Джуна В свое время Она Чернобыльцев Лечила И она За неделю Помню Был такой эксперимент Она за неделю Подняла 10 чернобыльцев Полностью Их исцелив Вот И там забыли Про радиацию Про все остальное В это же время Простые врачи Лечили 10 человек Обыкновенных Которых уже В живых нет То есть Надо понимать У нас Все Когда вы о чем-то Говорите Спрашиваете И думаете Первое о чем Вы должны думать Это о духовном аспекте Все связано Только с этим Если ваши вибрации И уровень сознания Высокий Вы сможете Любую радиацию Любые проблемы Пережить Если нет То оно будет На вас воздействовать И все Здесь на самом деле Все очень просто Вопрос в том Что как добиться Этого Это уже Другой вопрос Но это реально Это я вам Сто процентов говорю Так мы с тобой Договоримся Что люди будут Покупать Обогащенные ураны И ураны Просто по утрам 100 грамм Или 5 грамм Или 1 грамм Принимать Вместо завтрака Пускай попробуют Пускай попробуют Я не знаю Хорошо Здесь уже На самом деле Надо Мы Видишь Леш Опять Как бы я понимаю Что это шутка Но опять Сводится к тому Что мы начинаем Делать какие-то Вещи физические То есть мы Пытаемся работать Со следствием Надо с причиной Работать Когда ты знаешь Причину Вот почему Хорошо Я говорю Узнать Причины По каким Вещам Что-то происходит Когда ты знаешь Причину Она уходит Вот я говорю Что я не мог Да скажем Решить какие-то Свои проблемы Да Потому что я не знал Причину Но я не мог Вот ну не мог Никак Я пытался Силой Насильно Все это сделать Не мог Но когда я только Знал причину Просто охватало Вот так Наш как бы так Делать двумя пальцами Практически И все И все уходит Поэтому Надо знать причину Добив И ее Ну искать эту причину Причины все находятся На духовном плане Физически Это чисто уже Следствие Это уже Второстепенно Это касается всего Но ты когда Ты рассказывал Обо всем Ты еще не сказал Помимо мыслей Ты еще не сказал Что и питание Было изменено Ведь до того Ты питался Все наверное подряд Судя по всему Да да Но питание Как Понимаешь Вот когда Питание Это важный вопрос Да Хорошо Ты его задал Но скажем Когда я До того как Да То есть раньше Когда я только Пришел с Чернобыля Да Когда мне плохо стало Да Я Ну как я питание Я тогда питание не знал Я тогда о питании Ничего не знал И мне особо не говорили Вот Но то что могу сказать точно Что да Действительно Вот эти вот Все радиоактивные вещества Они очень долго распадаются Там есть и до 3000 До 300 лет Там и больше может быть есть Вот они действительно долго Но они выводятся с организма В общем хорошо Насколько я помню Выводятся Красным виноградным вином Только натуральным Не магазинным Которые без спирта Без ничего Петрушка хорошо Радиацию выводит Вот Вообще Петрушку Сердерей очень полезно есть Особенно для мужчин Рекомендую Вот И вообще Зелени больше есть Я сам как бы С Кавказа Да Вот Меня бабушка Она у меня армянка Она меня приучила С детства Ее зелень То есть я траву ем Всю там Есть Ну почти всю Вот И я всю жизнь Ее ем И Трава Она дает Энергию Здоровье дает Она силы дает Вот кстати Вадим Раскостов Как раз таки должен Вот его вся суть книги Его метода В том И заключается Что Вся жизнь человека Зависит от того Какой у него потенциал энергии Если человек Обладает большим потенциалом энергии То для него проблем нет Со здоровьем нет С делами нет Когда у человека Этой энергии мало У него проблемы Со здоровьем Может быть там С работой С бизнесом С отношением Но в разных вещах То есть это именно Не хватает энергии Вот Поэтому естественно Пища Сейчас да Сейчас я знаю Что Многие виды Пищи Вообще Не очень вредны Мы можем говорить Как с Как бы С духовной С духовной стороны Да Потому что там Живых существ убивать не надо Да Мясо есть Можно разговаривать Чисто с медицинской Точкой зрения То что Такие продукты Есть Не есть Я уже говорил То что да Если там по утрам На солнышко смотреть То у вас Рацион меняется Очень сильно Он становится Более легким Вам не хочется Есть тяжелую пищу Вообще А если вы будете Все больше и больше Жить в таких местах Как Москва То рацион Будет меняться В другую сторону А вот Что еще Значит вот Как раз Такие вещи Тяжелые продукты Да Они Скажем тоже Мясо Да Там Алкоголь Да Они создают В организме Кислотную среду А эта среда Очень благодатна Для Развития Различных заболеваний Микробов Вирусов Очень хорошо Онкология Онкологические клетки Развиваются Когда Организм Кислотный Поэтому очень важно Поддержать Этот кислотно-щелочной Баланс Вот И даже чуть-чуть Может быть Чуть-чуть В сторону Щелочного Потому что Сейчас очень много Продуктов Вот эти все Заменители То что мы сейчас Едим Все Они все создают Кислотную Среду В организме То есть Дают толчок Для мощного Развития Различных заболеваний Поэтому Это очень вредно И Ну Надо просто поискать Есть очень много У нас книжка Одна выходила Там Тоже есть Ну Про рак Как человек Исцелился от рака Вот Там одна глава Посвящена питанию Полностью Там очень подробно Он описывает Вот Вплоть до того Что надо Просто Брать лакмусовую Бумажку И замерять Под языком Кислотность слюны Смотреть Вот на самом деле Если так Потому что Даже Скажем Вот Есть сахарный диабет Да Вот Если человек Не сахар Инсулинозависимый Просто у него диабет Да В легкой форме Просто Человек Перекращает Есть Мясо И Пьет Хорошую водичку Не из-под крана Вот С небольшой Минерализацией Вот И У него За 3-4 месяца Сахарный диабет Проходит Полностью Вот Если Инсулинозависимый На это Вдет больше времени Но Будет снижаться Потребление инсулина И так далее То же самое Касается Любых заболеваний В том числе Онкология Первое Что надо делать Это надо Садиться На диету Без мяса Без алкоголя И Продуктов Которые дают Кислотную Среду В организм Ты когда сказал Про то Что вино Помогает Вводить Радиоактивные вещества Это Один из мифов Который был придуман Не так давно На самом деле Поэтому Он уже Был доказан Что Ничего там Не выводится Так что На самом деле На самом деле Виноград Очень полезен А вот виноград Виноград Да Здесь вопросов Его даже Можно есть С этими Зеленые Эти Как вот Веточки Маленькие Которые остаются С ними можно съедать И он очень полезен Он очень Он очень мощный Антиоксидант Вот Поэтому Ну да Виноград Это отдельная песня Мы просто говорим Что есть виноград Есть виноградный Свежевыжатый сок Есть сок Который уже Который уже Не сок А который нам Говорят Якобы это сок Есть нектар Который вообще Там не пойми что Есть вино Это тоже самое Уже переработанное Бактериями Где куча мочи От этих Бактерий грибков Называем дрожжами Дрожжевых бактерий Вот Так что Здесь огромное Количество мифов Вокруг алкоголя Но Все мы прекрасно Понимаем Что Если Задумываться Начинаешь Что это все Больше мифы Которые рассчитаны На то Чтобы человек Больше Начинал выпивать И себя разрушал Нежели чем Лечиться Хочешь вылечиться Ешь Нормальный Свежий виноград Причем не тот Который где-то Уже обработан Тебе привезли В течение месяца К тебе ехал А тот Который На месте растет В лучшем случае Себя вырасти В саду Так Дальше К тебе уже Сейчас Леша Одну секунду Иногда Есть Заболевания Когда иногда Надо Какие-то вещи Делать Которые Ты обычно Действуешь Я не говорю Что там Лечиться алкоголем Но Для профилактики Иногда Делаются Такие вещи Которые обычно Не детства На очень короткий Срок Это Очень Работает В общем-то В принципе Хорошо Но это Можно На очень Короткий Срок Какие-то Вещи Делать Такие Практики Тоже Есть И Можно Это Делать То Что Давай Так Мы Когда Говорим Про Лекарства Все-таки Должны Говорить Что это Лекарство Любое Лекарство Оно определяется Четкой Дозой Оно определяется Четким Курсом И так Далее А у нас В России Как правило Да и вообще К наркотикам Относится Очень просто Если он По шарам Бьет То значит Его все больше И больше Потребляют Вот Любой наркотик Он первым делом Чем характеризуется Что без него Тяжеловато жить Без него Уже ослабляться Невозможно И доза Требует Увеличения Вот это Показатель наркотика Поэтому Я в передачах Сознательно Сознательно Говорю всегда О том Что алкоголь В любом виде Это в первую очередь Наркотик И яд Если мы говорим Про лечебные Какие-то Кто-то вернее Говорит Про лечебную Его направленность Будьте любезны Предоставьте Точную дозу Точный курс Да Какое соотношение И так далее Вот если это Не предоставляется То это Я считаю Я расцениваю Как скрытая форма Алкоголизма И рекламы Алкоголя Вот поэтому Здесь Вот надо четко Подходить Если мы говорим Про лечение То вот в лечении Должны присутствовать Такие моменты Иначе все это Просто защита Алкоголизма Своего собственно В первую очередь Или скрытого алкоголизма Так дальше Согласен Согласен Я с тобой согласен Да Вот здесь Николай спрашивает А обратиться к тебе За помощью в исцелении Вообще можно или нет Ну я как бы не исцеляю Я просто делюсь своим опытом Даю те методы Которые мне помогли Вот вам надо пробовать Понимаете Я вначале сказал Что У меня не было цели Там Да Кого-то лечить Или еще что-то То есть Я никогда не записывал Рецепты какие-то Там сделай Это Потому что Во-первых Это индивидуально Вот я просто могу Поделиться своим опытом Какие-то вещи Мы можем разобрать Что-то я могу Посоветовать Потому что Как бы Не только Здесь важны Физические аспекты Здесь и духовные Могу Какие-то вещи Подсказать Поговорить Но на самом деле Я дам Просто направление В котором вам надо Двигаться Чтобы вы могли Паша Работать вам надо Потому что Самое главное Это ваше участие Вы должны делать И для каждого человека Ну Свои критерии Выздоровления Будут И исцеление А поделиться Могу тем Что знаю С удовольствием Если это вам Хоть немножко поможет Буду очень рад Хорошо Значит здесь идут Опять такие интересные Сообщения у нас А Неумывакин рекомендует Красное вино для крови Но не бухать А выплевывать Подержав Некоторое время Во рту Тогда Поспать внутривенно Водить Нет-нет Именно Не внутрь А подержал И выплюнул Но я знаю людей Моего возраста Которые Лишились Многих зубов Они Любили Подержать Посмаковать Спиртным А потом Что-то у них Зубы начинали выпадать Так что Имейте в виду Те люди Которые не пьют И не курят У них зубы Как правило Крепкие Есть конечно Генетически Что-то не испорченное А конфеты с ромом Тоже Гриша Да Конфеты с ромом Тоже Дальше Вопрос эфира Григорий из Москвы Как понять Какая у меня Вибрация Кстати да Я себе эти вопросы Записал Хотел тебе задать Но раз Уж Григорий Да Григорий задал Давай ответим Чем можно померить Вот эти самые Герцы Мегагерцы Гигагерцы И все остальное Которые На которых Твой мозг Вибрирует Ну это есть Специально В поликлинике Можно пойти Померить Есть приборы Такие Они меряют Измеряют Как раз Вибрации мозга Вот Ну а вы просто делаете Зачем вам ходить Там мерить Ну если Конечно вам цифры Нужны Если у вас Как бы скажем Левая полушария В этом нуждается В цифрах А оно нуждается В цифрах Вы можете сходить А вообще Просто займитесь Можно Любыми медитациями Ну вот И у меня Это метод Сильбы Очень сильный Хороший способ Вот И смотрите По своей жизни Отслеживать Если у вас Вибрации будут Подниматься У вас Будет больше Позитивных вещей Происходить Меньше негативных И через какое-то время Они должны исчезнуть Если наоборот Значит ваши Вибрации Понижаются И все очень просто Будете Начинать болеть Значит Вибрации Падают Перестаете болеть Вибрации Поднимаются Все очень просто То есть живете Правильно В ладу с природой И ваш организм здоров Да Кстати вот Это самое Тогда мы вначале Посмеялись Это что там Перед первым Перерывом Этой паузой Музыкальной Катал Что там Типа представляешь У меня кришнаитом Который ходит Да Улыбается Там в бубен стучит Да Ну хорошо Что не другим В бубен Ну Так вот Кстати Вот по поводу Улыбки Значит Расскажу То что читал Я А потом расскажу Свои наблюдения Вот Но я до своего Дошел раньше А потом я прочитал У Норбекова В первой книге У поддурака Вот он там пишет Что он попал в храм В один Где-то там в горах 20 километров Пешком они там шли Вот Ну Оттуда там были люди Которых он видел Которые исцелились От болезней Которые от неизлечимых Вот он туда пошел И решил узнать Вот И пришел А там монахи жили Просто там Ну Какое-то поселение Вот И вот День прошел Два Он пришел лечиться А его не лечат Он подходит Спрашивает Говорит Ну а что это самое Когда вы будете Меня лечить Он говорит Мы не будем вас лечить Он говорит Как же мы пришли Вы просто улыбайтесь Вот они ходили там 40 дней улыбались Кто не улыбался Их заставляли воду Носить Там очень тяжело И вот Он потом Когда приехал Он Стал Своих пенсионеров Собирать Просто в кружок Они у него по два часа Ходили Улыбались Многие исцелились От болезни Вот Я к чему это рассказываю То что вот Я говорил Что основа всего Это именно Позитивное состояние Твоего человека То есть в этом состоянии Организм Оптимально работает Почему Вот Ученый Как бы Я вот в одной книжке Прочтал Один ученый Как бы он докопался Что клетки реагируют на это Но он не до конца Еще понял Сам механизм Почему это происходит Когда клетка Начинает болеть Почему клетка Начинает болеть Она перестает получать Питательные вещества Минеральные вещества А почему она Перестает получать Есть один момент Когда вот Наш организм Начинает Так сказать Ну то есть Энергия человека падает Да То есть Начинает Снижаться Да Клетки Начинают Как бы Входить Такой защитный режим И она начинает У нее Оболочка Утолщаться Через эту толстую оболочку Она уже Просто Не может Брать столько Сколько Она какое-то количество Берет Минимально Она не может Брать столько Сколько ей надо Для здоровой жизни Так вот Чтобы вывести Из этого состояния Это очень Простое Как бы Действие Именно надо быть Позитивным Именно можно Просто даже Тупо Стоять в зеркало Улыбаться Некоторое время Это вот Оболочка клетки Она начинает Утончаться Она начинает Опять Полноценно Питаться Человек Исцеляется Это реально Да Так что То что сказал Нарбеков Вполне Я В этом плане Поддерживаю Можете Ходить Если кому-то Тяжело Я могу Дать текст Вот я Специально У меня есть текст По которому Я работал Вот Сто дней Вычитывал Перед сном Я даже Попросил Мне люди Записали Можно аудио Даже слушать Если кому-то Лень читать Хотя лучше Читать Конечно Вот И вы можете Вполне Стать Позитивным Человеком Вот Можете Ходить И улыбайтесь Больше Вас Ругают А вы стараетесь Улыбаться Не расстраиваться Действительно То есть Поддержать Сначала это надо Делать искусственно А потом Это постепенно У вас будет в крови И вы со временем Станете позитивным А это основа всего На этом строится Все остальное Уже Все здоровье Счастье Как я уже говорил Успехи все Ну да Ваша жизненная сила Увеличивается Благодаря этому Ваша жизненная сила Увеличится Жизненная сила У вас есть возможность Больше делать В любом направлении Мне вспоминается Знаешь такая поговорка На обиженных воду возят Это первый вариант Второй вариант В этом монастыре Про который ты рассказываешь Кто не улыбается На том воду возят На тех воду и возили В прямом И третий вариант Такой армейский Кто не улыбается Тот разгружает чугуней Ну ладно Хорошо Так Вопрос в эфир Сергей Сибири Как именно называется Книга про метод Сильве А то их несколько Ну их много Да Можно любую Но лучше начинать Там наиболее Полное Подробно написано Значит помощь По-моему Помощь от Как же Как же это В общем что-то изнутри От внутреннего я Или помощь Вот что такое Сейчас А ну посмотри В основном ряде Сейчас Сейчас я скажу Я уже думал Ты там пошел Чугуней разгружать Там чем-то Нет Или у тебя Или у тебя Специальные книги Которые Как на золотых Табличках Такие Ну да Да А вот Ну давай Сейчас дальше Сейчас Галя посмотрит И я это самое Скажу тебе Точно В принципе В общем-то Все вопросы Мы с тобой озвучили Которые здесь поступали Давай наверное Потихоньку Подводить итоги Сегодняшней нашей встречи Все-таки Дата трагическая Хотелось бы Ее как-то так Уже мы посмеялись И поговорили о многом И таком Высоком и душевном Но все-таки Опять же Дата трагическая И поэтому Слова Трудно подобрать Ну как можно подобрать Слова Для тех людей Которые Некоторые даже Не знали Что там происходит Они просто пошли Стали делать А кто-то Знал что там Радиация Знал что Это смерть Реальная смерть И Практически Беззащитный Пошел делать то Что даже не могла Техника делать Потому что Как известно Некоторая техника Там просто отказывала Вот Как назвать Таких людей Герои Это герои Только герои Это люди У которых Это действительно Это люди Вот это люди Это не существа Это же человеки Называется Это человеки Да Это не существа Которые на двух ногах Только ходят Вот Справляют свои нужды Какие-то там Удовольствия получают Это люди Люди Это высокодухово Это сильные духи Пришли именно Для того Чтобы показать На своем примере Что может Человеческий организм Когда он Проявляет Свои качества Божественные То есть То что есть И таких Да Людей очень много Было Которые шли Гибли Пожарных Там много Погибло Но не все погибли Мы когда вот приехали Туда нам Да Вот Это самое Когда приехали Нам там Три раза в день Зачитывали Кто погиб Сколько умерло Какую дозу Получили Вот там То есть Люди говорят Прямо на глазах Сгорали Да Да Конечно Они просто Некоторые по несколько Часов И все Вот А некоторые сразу Конечно Конечно Там доза Огромная была Сразу Ну там Кто в эпицентр Попал Вот И конечно Это страшно На самом деле Отберет Когда даже Вывозили Людей Из города Лежат люди С мертвыми глазами Вот вроде Человек живой Вроде Да Все Глаза Вроде есть Нос Не обезображен Мертвые глаза Все Аж дрожь По всему телу Идет Прям страшно Страшно Жутко Прям как Какой-то фильм ужасов Смотришь Но фильм ужасов Ты смотришь Знаешь Это как бы Фильм А то в жизни Это на самом деле Очень страшно Это Было два момента Когда вот Я тоже Видел Когда собака Шла Упала И все И сдохло И кот шел Упал Сдох Кот Идет Идет Он раз Упал Это тоже Меня приводило В шок Потому что Для меня Вообще Как бы Вот эта смерть Она Немножко Ну как сказать Я другого плана Человек Мне нравится Созидание Я уже говорил Смерть Она нужна Да Но она Немножко Действовала На меня В то время Очень так Отрицательно Я очень сильно Переживал Это Вам рассказывали Вообще Какие-то Предосторожности Какие-то там Может быть Дозиметры были Или что-то еще Ну у меня Дозиметр был Как командир отделения Я мерил Три раза сдавал Данные командиру отделения Были у нас У эти Какого Не УЗК По-моему Нет Ну да Да УЗК По-моему Назывались А вот Защитные костюмы Вот я же говорю Когда мы туда приехали Деды в шок В шоке были Потому что У них все костюмы Там Без пугачек Без этих Лишь бы быстро Нормативы сдавать Вот Повезло Молодым И Сержантам Пошли По По положению Надо было Чтобы все в порядке Было Вот Давали нам Респираторы Вот Сейчас не помню Сколько раз Ну наверное Три раза давали Три раза Наверное Три раза давали Мы всегда Перед Пили Или перед едой Или после Сейчас не помню Нам йод давали Мы пили понемножку Какую-то дозу Сейчас я не помню Давали Вот Для Чтобы насытить Щитовидку Йодом Вот Чтобы Радиактивный йод Не это Самый Не это Как говорится Не впитывался В щитовидку Щитовидка Очень хорошо Его впитывала Вот поэтому Да Вот такое было Да Ну очень низкий поклон Здесь Что-то Другого слова Потому что слов Вот когда Когда мы говорим О чем-то Когда говорим О чем-то таком Обыденном Ну можно много Слов подобрать Можем о погоде Рассказывать Бесконечно много Кто-то о соседке Своей может Или соседе Рассказывать Как он там достал Что-то сделал А когда касается Какого-то героического Поступка Как-то все слова Уходят Они просто теряются И не подберешь Вот Можно выразить Самопожертвование Герой А дальше что И все Вот куда девается То красноречие Которое у нас Постоянно в жизни В обыденной присутствии Как мы смотрим Телевизор Начинает комментировать Какого-то политика Или какого-то там Слово нехорошее Чуть не вырвалось Который прыгает По сцене Виляет чем-нибудь Тут пожалуйста Слов льется Почему так всегда бывает Когда что-то Хорошее мы говорим То проще бывает Помолчать Ну просто да Вот я хотел сказать Что лучше помолчать Чем просто оболтать Потому что Чтобы Оценить То что сделал человек Вообще Ты должен сам это сделать Для начала Потом ты можешь оценить Так же как вообще Может поэтому сейчас Может поэтому как раз Существует То что называется Минута молчания Да Ну да Лучше Да Это самое лучшее Что мы можем мы сделать Лучше помолчать Чем говорить Вот скажем Ну да Вот Вот у меня Когда брат погиб Приходят люди Да И Вот мама сидит Она вроде спокойно Начинает приходить Там что-то там Ныть Там что-то Начинает это Она начинает плакать Переживать Вот От этого никому Лучше не становится Я когда сейчас На такие Если когда-то попадаю Куда-то Я просто Людям желаю всего хорошего Стараюсь их поддержать Помочь чем-то Но я никогда не говорю Что там Вот там Кто-то умер Да Это Это пустые слова На самом деле Потому что Невозможно передать Горечь потери Вот Поэтому лучше Поддержать человека Лучше помолчать Вот Лучше сделать что-то хорошее Там Лучше там Стул какой-нибудь Поднести Стол поднести Либо еще что-то Но именно так Потому что Слов нету Потому что Надо Только человек Может мерить По своим поступкам Сделал Поступил Тогда можешь сказать Да Вот это Хорошо Это плохо Этот человек Неправильно поступил Этот правильно Да Ну что ж Давай сегодняшний эфир Будем заканчивать Ты во-первых Книжку хотел название Да Сказать Значит смотри Метод Сильвы Получение помощи От другой стороны Вот лучше с нее начинать Вот А там у него много Там есть и управление интеллектом И целительские способности Все-все-все Ну лучше с этой начать Получение помощи От другой стороны Вот с нее начинать Лучше Очень легко Просто 15 минут в день Ну 2-3 раза в день Можно заниматься Легко Очень Все просто Очень просто Как говорится Что гениально Все просто Не надо никаких там приборов На голову одевать Ничего Ни очков специальных Не подключаться К каким-то там датчикам И все прочее На самом деле Наш мозг Он очень мощный Очень сильный Его просто надо развивать И все Хорошо Ну что Давай желать Нашим радиослушкам Что-то доброе Вечное Хорошее Ну что Я желаю Ребят Вам всем Духовного развития Здоровья Счастья Все в ваших руках Дерзайте Если нужна помощь Чем смогу Помогу Вот Все в ваших руках И не забывайте Все Все причины На духовном плане Ваши Все проблемы Все успехи Все там Благодарю тебя За участие В эфире Напомню Что сегодня 26 апреля 2016 года Вторник По одному Из современных Календарей По одному Из старинных 15-й день Месяца Посева Наречения 7524 лета Осница Мы говорили Про Чернобыль И тема Звучала так Чернобыль Я выбираю Жизнь Главный С ведущей Андрей Сияющий И в заключение Я хочу Прочитать Буквально Де фразы Которые в чате Появились Алексей Тарасов Написал Мой родной Дядя Ликвидатор Здоровый Живой Да Бог Ему Здравствовать Присоединяйсь Словам Я тоже И Гриша Написал Светлая память Погибшим Ликвидаторам Аварии И здравия Тем героям Кто выжил Ну вот Наконец-то Те слова Которые должны Были прозвучать Концы Они прозвучали Я желаю Всем добра И Хочу Сделать Просто маленькую Паузу В конце эфира Перед тем Как Мы уже Включим Автономное Вещание Просто Давайте Чуть-чуть Помолчим До новых встреч Услышимся Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Продолжение следует... 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 Продолжение следует...